Я полагаю, что это неплохо, что мы начали с Лакана, поскольку надо сказать, что фактически все те фигуры, которые были выбраны для данного курса, объединены неким образом тем, что они разделяют некую общую для них всех культуру сомнения. Мы все знаем о том, что сомнение является основной философской добродетелью, об этом часто говорится, здесь указывают, скажем, на такое основополагающее для философского истока сомнение, как сомнение сократическое, то есть сомнение, которое питал Сократ. Все знают эти расхожие слова. Специалисты по древнегреческой культуре уверяют нас, впрочем, что мы их не понимаем, что звучали они не совсем так и подразумевали не совсем то. Но после картезианской революции, которая по-своему указала на то, что такое я и что такое знание, нам уже эти слова действительно не понять в первоначальной специфике. Но я полагаю, что мы не должны себя на этот счет ощущать обделенными, потому что правильнее было бы не просто сказать в общем, что для философии, для философской мысли и для мысли психоаналитической в еще большей степени, это даже ближе к истине, характерно определенное сомнение, что именно на добродетели сомнение эта мысль возможна. Но вернее было бы сказать, что это сомнение не остается одним и тем же. И в этом отношении факт возникновения, скажем, психоанализа указывает на то, что некоторые вещи невозвратимо изменились. То есть, что то самое сомнение, которое сегодня иногда в общем рекомендуют, указывая на то, что уже собственный Сократ его претерпевал и нам велел, на самом деле это не совсем то сомнение, которое постепенно проявляется в западной культуре и которое достигает определенного пика ввиду известных событий, включая, разумеется, и события просвещения и то, что за ними последовало. То есть, здесь постепенно возникает совершенно особая культура сомнения, культура недоверия к тому, что предлагается как самоочевидное. И именно в этом русле нужно рассматривать по меньшей мере те три фигуры, о которых идет речь. Это Лакан, Дорида и Делес. И надо сказать, что Дорида интересен здесь тем, что некоторые позиции этого сомнения он довел до их ясного логического основания. Если Лакан это по преимуществу мыслитель сомневающийся, но сомневающийся в общеповествовательной форме, не случайно иногда его письмо сравнивают с письмами Монтэня, указывая на то, что сам характер отсылок, та огромная сеть язвительных указаний, которые им плетется, по сути является предъявлением культуры этого нового современного сомнения в его полном виде, то Дорида в некотором смысле шагнул дальше, и ему принадлежит часть демонстрации именно логических оснований этого сомнения, то есть показа некоторых фигур, которые это сомнение поддерживают и делают основательным. То есть Дорида впервые, отчетливо делая своим предметом это сомнение, показывает, как, в чем, на каком основании, по какому поводу можно сомневаться. И, более того, он указывает на то, что эти вещи нельзя делать стихийно, то есть сомнение должно не просто вызвать в культуре, скажем, в западной культуре, став основанием для нашей современной критической, к примеру, политической чувственности. Мы все на этом сомнении воспитаны, мы все являемся обладателями определенного достояния критики, как она сложилась, скажем, в 19 веке и развилась в 20-м. Для нас это естественная среда, нам не нужно сегодня на пальцах объяснять, что некоторые вещи не такие, какими кажутся. Мы уже прошли, скажем, этап критики идеологии, критики религии и так далее. Мы как те воспитатели у Маркса, которые сами должны быть воспитаны, и мы в этом плане воспитаны. Но Дорида указывает, что этого недостаточно, что необходимо проследить, во-первых, для чего сомнение было нужно, во-вторых, почему оно появляется именно в такой, а не в какой-нибудь другой форме. И в этом смысле Дорида – это мыслитель, которого неслучайно филологи, например, считают своим, равно как и психоаналитики, поскольку Дорида первым изъявил намерение показывать, где именно базовые европейские тексты, скажем, тексты по философии, тексты по метафизике, тексты религиозные и литературные тексты, о чем тоже сегодня пойдет речь, где эти тексты дают для сомнения повод. В каком месте они учреждают необходимость того, что Дорида называет деконструкцией? Почему эта дисциплина вовсе не является его личным измышлением, как его порой упрекали, но, с другой стороны, не является она некой нестрогой игрой, неким развлечением над текстами, в чем Дорида упрекают еще чаще и упрекают с такой же степенью несправедливости. И вот это самая основательность вопроса к тексту, возможность на конкретном тексте продемонстрировать, каким образом в этом тексте оказались вписаны общие основания европейской мысли и почему их нужно спросить, почему нужно в них усомниться. Вот на этом основана вся работа, вся философская мысль молодого Дорида, и именно с этим связаны его три крупнейшие работы, которые отмечают начало периода так называемого его раннего философствования. Это работа «Письмо и различия», или иногда, как переводят более близко к букве мысли Дорида, «Письмо и различания», это вторая работа «Нечто о грамматологии», так ее приходится передавать, потому что на французском этот предлог от существительного неотделим. Это не просто что-то о, а именно нечто касающееся внутри, самое ближайшее. И это работа «Голософеномен». И последовательно коснувшись трех этих работ, можно показать, каким образом двигалось рассуждение раннего Дорида, и каким образом оно положило базу для того, что в дальнейшем называется им деконструкцией. И мы будем держаться в первую очередь понятие различания для того, чтобы понять, что такое деконструкция есть. Это понятие, как правило, вызывает наибольший ужас. Кажется, что его совершенно невозможно постичь. И у позднего Дорида действительно есть очень сложные, изысканные тексты, посвященные работе с, скажем, модернистской французской поэзией, к примеру, Маларме, где это различание действительно не предстает уже в виде логически развернутого концепта, где оно вписано в саму художественную структуру текста Дорида. То есть оно не просто описывается, но и реально работает в этом. Отличие позднего Дорида от Дорида раннего. И, разумеется, по этим текстам очень трудно восстановить первоначальную концептуальную картину, то есть понять, что вообще это различание означает, что оно есть такое, почему оно может лежать в основании деконструкции и так далее. И сразу, начиная с работы о грамматологии, потому что в ней различание вводится наиболее ясно, это самые зрелые из этих трех работ, как правило, две другие считаются составленными из более ранних текстов, иногда даже чуть ли не студенческого периода. Так вот, эта самая работа интересна тем, что она впервые указывает на чреватость литературного текста и объявляет его чреватым именно в области мировоззрения и его искажений не меньше, чем, скажем, чреватый текст философский, о чем, в общем, уже к тому времени философия подозревала. То есть Дорида показывает, что на таких, на первый взгляд, необязательных текстах, как, скажем, тексты Жан-Жака Руссо, можно показать, на каких основаниях стоит чуть ли не вся западная метафизическая мысль. Именно потому, что Руссо, как раз таки полагая, что он наивно выражает некоторые вещи, на самом деле представляет очень сложную картину, почти софистическую по своему укладу, где эта западная философская мысль, то, что Дорида называет западной метафизической традицией, то есть традицией рассуждения о бытии, о благе, о должном традиции, которая долгое время охватывала весь мир и человека в нем. Дорида показывает, что Руссо не только не является наивным деятелем, как мы иногда полагаем, и есть определенного рода культура восприятия руссоистских текстов, в которой тексты эти подстают неким вызовом, слишком сложным построением современности, ответом чистой души, некому ложному умствованию и так далее. Дорида эту фигуру сразу берет в скобки, показывая, что она очень проблематична, что никакой простоты во всей этой трудно заварившейся, начиная с Платона, Аристотеля истории быть не может, что любой якобы упрощающий ответ на нее является еще более сильным усложнением, поскольку нужно выяснить, откуда взялась заявка на простоту, чем она держится, каким образом она подвешивает сложность, и поэтому более поздний Дорида вводит понятие неоплаченного долга. То есть существуют такие жесты, говорит Дорида, которые заявляют, скажем, об упразднении или об учреждении в плане заявки. Это одно и то же, это всегда громкие жесты, жесты, играющие по-крупному. Но какими силами, за какую плату эти жесты совершаются, понять нельзя. То есть неясно, откуда они черпают само право так поступать. Скажем, Руссо уверяет, что право ему дает прогнившая культура. И Дорида пытается рассмотреть, так ли это, и на чем вообще стоит метода доказательств Руссо. Я думаю, что все более-менее представляют, о чем идет речь. На самом деле, чем грубее и проще ваше представление о Руссо, тем на самом деле удобнее, потому что Дорида и работает именно с этим устоявшимся очень грубым представлением. Через него нам легче к Руссо подойти, но именно оно составляет проблему. И Дорида последовательно вычитывает самые крупные тексты Руссо. В основном это, конечно, исповедь, но не только. И показывает, чего стоят те претензии, которые Руссо предъявляет к культуре. А все мы, в принципе, знаем о том, что Руссо – это некий чистый вызов человека природного, человека естественного, человека, который отрицает уловки культуры и стремится возвратиться к некоторому подлинному истоку, где он мог бы черпать силы для своего усовершенствования. Потому что, как сразу заявляет Руссо, разного рода куртуазная, культурная, манерная, салонная этика – это то, что только портит человека. А на самом деле все то, что его могло бы улучшить, все то, что могло бы принести ему подлинное счастье, гармонию с собой, заложено там, в самом начале, где еще не было того, что Руссо культурой называют. И Дорида показывает то, на что обычно внимание не склонны были обращать, потому что, как правило, как раз-таки такие заявки обладают определенной убедительностью, когда кто-то уверяет, что нечто подверглось порче, что нужно вернуться обратно. Это само по себе риторически привлекательно. И здесь идет речь именно о привлекательности риторической, на что Дорида тоже обращает внимание. Это лежит на поверхности. И Дорида пытается выяснить, как могло произойти так, что – это тоже очевидная, бросающаяся в глаза вещь, ее выгодно пропускать, но на самом деле упустить ее нельзя – как получилось так, что Руссо является не просто крупнейшим, изощреннейшим ритором и писателем, но на самом деле буквально тем, на плечи кому возложена вся последующая европейская литература. То есть очень часто, совершенно всерьез, вину за то, что европейская литература такова, что она, скажем, является литературой романного типа, что она содержит повествовательный нарратив, что она представляет собой литературу билдинг, то есть литературу воспитания героя от молодых ногтей до самого позднего и горького жизненного опыта, что, по сути, вообще весь модернистский роман обустроен на манер исповеди Руссо. Когда на все это указывают, то возникает противоречие, которого предпочитают не замечать. Тем не менее, противоречие налицо. И очень странно, что не просто тот, кто писал такие изощренные романы, тот, кто представил нам всю европейскую риторику в ее современном формате, язык Руссо – это современный язык, что тоже ставит ему в заслугу. Мы, в общем-то, если пишем в классическом смысле этого слова, то есть если мы, скажем, являемся писателями-графоманами, пишем так, как сегодня уже не пишут, потому что жанр романа рухнул, как мы знаем, но, в принципе, каждый подросток в своей первой пробе пера проходит через стадию Руссо. Он пишет так, как писал Руссо. Это имеет огромное значение. И как так вышло, что не просто изощреннейший и явно образованный писатель неожиданно совершает жест упразднения, возвращения к первичной простоте, подлинности, к отказу от экивоков и так далее. Но Дорида сразу указывает на то, что у него нет сомнений. Только изощреннейший и современный писатель мог такой жест совершить. То есть нужно было, чтобы европейская литература вызвала через простоту, скажем, средневекового повествования, чтобы она прошла культуру Ренессанса, чтобы произошла масса вещей и философии, которые сделали субъекта очень ненаивным. И вот только после этого, на пике этой ненаивности, на вершине изощренности, оказывается вдруг возможен такой гиперизощренный жест, возвращение к простоте. А то, что он именно гиперизощренный, то, что это не просто отказ от сложности. У Дорида нет ни малейшего сомнения. Более того, нет тут сомнения и у Руссо, и многие внимательные филологи-критики, которые Дорида предшествовали, на которых он ссылается, скажем, Жан Старабинский, показывают, что всю жизнь, по сути, Руссо находился в колебаниях между тем, что он провозглашал в качестве идеала мудрой простоты и тем, что он сам крайне ценил в виде изощренности, в общем, всего того, что в то время называлось отсутствием салонной глупости. А то, что в салоне в то время можно было найти, это была не какая-то особенная изощренность как таковая, а именно глупость. Буквально через 150 лет появляется работа Флабера «Лексикон прописных истин», то есть лексикон тех глупостей, которые можно встретить в публичной речи тогдашнего периода. И очевидно, что хотя здесь всегда пеняют на изощренность, скажем, этим аргументом пользуется Сирен Киркегор, подхватывая его за Дорида еще в еще более проблематичной и противоречивой форме, сколько бы здесь ни кивали на изощренности интеллектуальной публики, в общем-то всегда найдется кто-то, кто покажет, что это не изощренность, а именно недостаток ее, что она повторяет и судит, даже порой так изощренно, просто от того, что у нее не хватает смелости и тонкости, что на самом деле тот, кто сетует на ее изощренность, хочет еще более изощренные вещи, а не упрощения. И это в творчестве Руссо очень заметно, на глупость он не устает сетовать, но вот тут-то и возникает та самая фигура, которую Дорида пытается выделить и тем самым разоблачить, фигура, которая связана с тем, что возврат к простоте у Руссо, очевидно, не получается. Он популярен, он моден до сих пор, вы можете встретить, ну, скажем, среди самодеятельных философов попытки этот руссоистский жест повторить, но он явно обречен на неудачу, потому что если он и вправду примитивен, то он нам не интересен, это ясно, мы в такого рода простоту не верим, а если он более-менее отдает себе отчет в том, что делает, если он более-менее вменяем, он, конечно, изощрен, тут иначе быть не может. Вот здесь и возникает то, что, скажем, уже Жак Лакан мог бы назвать невозможностью, то есть каким-то неким невозможным выбором, или ты выбираешь простоту, которая никому ни на что не сдалась, и на твой жест внимания не обращают, или ты выбираешь заявку о простоте, но при этом ты всю жизнь двойным жестом поддерживаешь некоторую сложность, желание высокой письменной культуры и, в общем, всех последних достижений европейской литературы и цивилизации. И Дорида ни в коей мере не пытается здесь Руссо грубо разоблачить, то есть указать на то, что он просто лжец. Не это, разумеется, является целью доридзянского философствования. Дорида нужно показать, что кое-что в жести Руссо есть такого, что, в общем-то, неотъемлемо поддерживает вся западная культура, и в писаниях Руссо оно просто достигает определенного пика, оно выходит на первый план, что все вот это постоянное беспокойство относительно простоты и сложности, беспокойство, которое нам тоже живо понятно, потому что многие его могут причаститься, скажем, в публичных дискуссиях, где тема простоты и сложности – это самая болезненная тема. Эта тема далеко опережает даже тему теории и практики, еще одна болезненная и вечно виновная тема. И здесь Дорида пытается показать, каким образом сам Руссо уже оказывается подвержен акту деконструкции. Очень ценная мысль Дорида состоится в том, что не существует, не существовало бы никакой деконструкции, скажем, деконструкции самого Дорида, если бы сама западная метафизика уже не демонстрировала какие-то сбои, некоторые проблематические болезненные места, некоторые, скажем, логические неувязки, которые она предпочитает по мере сил затушевывать, но чем сильнее она их затушевывает, тем сильнее они выходят на первый план. Эта логика уже знакома вам из сведений из Лакановского и Фрейдовского анализе. Чем сильнее кто-то тщится, некоторые вещи прикрыть, тем, в общем-то, очевиднее, что он, если невиновен, то, по крайней мере, хочет быть виновным, что здесь какая-то личная история. Личная не в том смысле, что она глубоко трогает, а в том, что эта история остается невскрытой, что именно она в итоге, скажем, аналитикой заинтересует. Примерно тот же жест Дорида завершает в отношении всей западной метафизики, и поэтому уже на этом раннем этапе его мысль вполне можно считать психоаналитической в ее развитой форме. Это то же самое сомнение, та же самая культура подозрения, пользуясь выражением Мишеля Фуко. И Дорида показывает, что, в общем-то, Руссо спотыкается все время на одном и том же месте. Здесь прокручиваются в холостую две те же самые шестеренки. Это шестеренки простоты и сложности. В шестеренке истока начала, как в правильности некоторой священной примордиальности, то есть первенства. И, с другой стороны, противопоставляемая ей стадия изощренной сложности, когда все вянет, ускользает, ничего нельзя разобрать, когда хочется упраздняющего, рубящего жеста. Притом всегда вопрос, действительно ли его хотят, а если хотят, то могут ли совершить. И Дорида показывает, что какую бы фигуру, в общем-то, Руссо в своей этике, в своем моральном изложении не проводил, она каждый раз отмечена неким логическим недомоганием. Оно связано с тем, что, как бы Руссо не указывал на то, что некоторые вещи являются наносными, случайными, что человек заболел цивилизацией в процессе культурализации, а мог бы от этой болезни избавиться, на самом деле эти вещи всегда почему-то являются основными. То есть, без них ничего бы не сделалось. И, пользуясь словом самого Руссо, ничего не придумывая, не добавляя, Дорида указывает на то, что основным стержнем того, что он позже назовет различанием, является так называемое дополнение. Что он дополнением называет? Дополнением у него буквально выступает та самая часть рассуждения, например, Руссо, которая все время побивается, отвергается, которую назначает дурной, принесшей порчу, которая ответственна за наши грехи, за наше падение, за наше чрезмерное вялое усложнение, но при этом без этой части никак не обойтись, без нее ничего не будет. И с этим дополнением вы, в принципе, можете сами познакомиться на том материале уже вашего образования, которым вы все располагаете. Скажем, сегодня уже стало общим местом, даже подозрительно общим, что, например, человечество невозможно без культуры. Все это тоже отсылает нас к руссоистским спорам, к его аргументам, но, тем не менее, сегодняшняя антропология, завоевав это самое достижение, прочно на нем стоит, она уверяет, что, в общем-то, человек – это то, что в неком смысле полностью культурным измерением исчерпывается. То есть, скажем, что нет никакого человека без языка, или нет никакого докультурного человека. Человек и культура – это, мол, одно и то же. Или человек или язык – это одно и то же. Нет такого периода, когда человек был бы без языка. Как, скажем, для богословской мысли нет такого периода, когда Бог болтался бы без дела и ничего не создавал. Вместе с миром и Бог. То есть, может быть, у нас и могут быть какие-то предположения о существовании Бога до сотворения мира, но, как заметил святой Августин, задаваться таким вопросом праздно и грешно, потому что очевидно, что и время Бог создал вместе с миром. Это явственно читается из книги «Бытия». Поэтому никакого времени до сотворения мира не было. И в этом смысле между бытием Бога и бытием мира нет ни малейшего зазора. Так вот, то же самое, похожее сегодня на вооружение, антропология взяла в отношении уже человека. Нет такого периода, когда человек был бы в некотором дологическом, докультурном, доязыковом состоянии. Язык – это уже человек. Все эти проблемы о происхождении языка, культуры могут, конечно, кое-кого волновать, кое-кто сходит на эту тему с ума. Но, в общем-то, иногда полезно отстекновение лишних вопросов и внесения ясности посредством некоторых уравниваний, которые приводят систему в порядок. То есть нам трудно рассуждать о человеке дологическом. Это явно, что перед нами не человек, это какое-то другое существо. Поэтому, в общем-то, конечно, более грамотным на данном этапе, более профилактичным, так бы я сказал, в отношении некоторых дурных сомнений, было бы постановление о том, что и вправду до культуры, до языка, в общем-то, ничего особенного нет. Нет ничего такого, что можно было бы считать именно нашей историей и к этому апеллировать. Это лишено смысла. Так вот, Дорида замечает, что Руссо, похоже, эта фигура прекрасно знакома, что как бы он не рассуждал о каком-то докультурном человеке, скажем, о человеке до существования такой вещи, как изгородь. В своих рассуждениях о частной собственности Руссо полагает, что изгородь тесно связана с языком, культурой. И тут, конечно, Руссо можно основательно похвалить, поскольку он предвосхищает рассуждения Лакана о том, что человек это, по сути, первичная метка некоторый на нос. Например, метка, связанная с количеством убитых животных или метка, ограждающая территорию, за которую чужаку заходить не позволено. В общем-то, первичная черта, как называют ее Лакан, метка, это признак именно человеческого. Человек возникает именно с ней. И Руссо об этом, опять же, прекрасно знает. Он, с одной стороны, как бы левой рукой за спиной, дает понять, что для него тоже не существует никакого человека без первичной метки, без ограды, без заборов и запоров, без культуры, языка, запретов, без любви, которая не была бы естественной, но была бы, разумеется, уже куртуазной, то есть проходила бы через инстанцию речи, обмена, ухаживаний и так далее. И в этом смысле всякий раз Руссо, имея в виду эти вещи, прекрасно их показывая, другое дело, что сам он этого показа не осознавал, он на всякий случай записывает их в дополнение или в восполнение в некоторых переводах, то есть это что-то такое дополнительное, этого могло бы не быть. Это всякий раз вызывает изумление, поскольку даже, как уже было сказано в текстах Руссо, совершенно понятно, что без этого ничего быть не могло, продуктом всего этого является сам Руссо с его претензиями и недовольством актуальным состоянием слишком развитого общества. И вот тут и возникает та двурушная игра, которую Дорида очень быстро разоблачает, он ясно ее фиксирует, буквально в двух-трех точных выдержках из Руссо, показывая, что для того каждый раз вопрос стоит следующим образом. Некоторые вещи, культура, культуазная любовь, высший свет, частная собственность являются восполнением. Хорошо бы, если бы их не было, их могло бы не быть. Но совершенно очевидно, что без них даже разговора нет. Они уже есть, это тоже никто не смеет оспаривать. И тут-то Дорида и показывает вслед за Руссо, он совершает некоторую специальную натяжку, подтягивание, жест, показывая, что, в общем-то, во вселенной Руссо, так как она существует, скажем, в языке того времени, в том способе, которым Руссо пытается выражаться, в этой вселенной совершенно уже было очевидно. Против этого выступали, но, тем не менее, именно этот текст Руссо выставляет на первый план. Очевидно то, о чем мы сказали выше. Без культуры, без, скажем, философской культуры, без культуры в широком смысле, без всяких экивоков, той лжи, которую культуру сопровождает, без правительства, без тирана, без правящего аппарата, без бюрократического аппарата, заметьте, никакая история невозможна вообще. Без всего этого данной вселенной просто нет. Это является первичным и основным. На этом Дорида настаивает. И напротив, вопрос природного состояния, некоторой первичной благостности на фоне овечек и пастушков, конечно, как уже в те разы говорилось, является крайне проблематичным. Возникает справедливое подозрение, если мы ставим вещи по выражению Маркса с головы на ноги, что, в общем-то, напротив, сам по себе миф о природе, как о чем-то благом, дарующем, первичном, миф о чреве матери, миф о материнском языке. Это очень важная часть руссоистских осуждений. Если вы встречаете, скажем, у Дорида, Лакана или у кого-то, у Ницше, скажем, в том числе, спор о материнском и отцовском языке, то будьте уверены, все это восходит к Руссо. Фактически все эти обсуждаемые темы восходят именно к Жамжаку. И все вот это представление о некотором дарующем первоматериальном чреве является, очевидно, продуктом вторичным по отношению к тому, в чем мы себя застаем. Ни малейшей информации об этом культурном порождающем дарующем чреве у нас нет. Нет ни малейшего представления равное о том, чем бы мог быть материнский язык, чем бы мог быть первобытный человеческий лепет, который Руссо считает наиболее естественным и правильно доносящим человеческие чувства. То есть, вот все вот это самое простейшее и такое желанное, очевидно, является вторичным порождением того, что самое Руссо правильно называют культурой. И вот эта странная ситуация, в которой то, что оказывается основным, то на сцене чего действует, то средствами чего так красиво и прекрасно пишут, называется вторичным, тогда как оно, очевидно, первичное. И увидеть это, на самом деле, было не так легко, потому что Руссо опирается на антропологию в том виде, в котором она была дана на том историческом этапе. Эта антропология в то время являлась полностью теологической, то есть она полагала, что есть некоторые предшествующие человеку вещи, и здесь, конечно, возникает соблазн продумать, чем мог бы быть человек до грехопадения. То есть очевидно, что Руссо апеллирует именно к этому мифу, это нетрудно увидеть, это, в общем-то, азы дуридианского подозрения. Но проблема заключается в том, что вся руссоистская эпоха была уже прекрасно готова к тому, чтобы понять и усвоить, поскольку многие вещи уже были за спиной, они были освоены и пройдены. Вся эта эпоха прекрасно понимала, что без салонности, без письма, без литературы ничего нет и быть не могло, что это лежит в основании, что это та совершенно естественная, если угодно, вы видите, что смысл слова естественной уже подвешен и скажен, потому что естественная осталась там, позади, и мы не можем даже это слово использовать. Но, тем не менее, каким-то странным образом получается так, что все естественно находится вот здесь. Им Руссо прекрасно пользуется, на всем этом расцветает прекрасный букет его литературы, качество которой никто не ставит под сомнение, меньше всего Дорида. И вот именно этот момент Дорида в первом приближении различанием и называет. Заметьте, что на этом этапе рассуждения нам довольно удобно провести некоторую границу между различием в обычном смысле и различанием Дорида. Различие – это то, что поддерживает Руссо. Это совершенно явно. Вот одно, вот другое. Вот хорошая правая рука, вот дурная левая. Вот, к примеру, обманывающая нас, расцвливающая нас культура, а вот природа. Здесь все ясно. Это явно различие, причем различие в первоначальном его виде, так как оно дано было, скажем, во всей европейской религии и метафизике, когда было ясно, где душа и тело и так далее. То есть, вещи эти можно было противопоставлять, из этого извлекать массу пользы. Заметьте, что данное противопоставление с самого начала является софистическим, то есть оно риторическое, но тем не менее именно на нем стоит все здание западной подлинности, когда, скажем, тот же Сократ, вступая против софистов, заявляет, а вот эти вещи я назову истиной. Ясно, куда пойдет все остальное, в какую топку. И это тоже таинственная история, ей в том числе занимается Дорида. То есть, получается, что у нас больше нет различия между софистами и Сократом. А есть некоторая более тонкая ситуация, которую Дорида и называет различанием. Ибо ясно, что вместо той самой идеологии, где ясно, опять же, кто за что отвечает и кто виновен, а кто внесется на небо, возникает какая-то другая ситуация, где эта логика ломается, в том числе на уровне плохого термина. Плохой термин является козлом отпущения всей ситуации, поскольку по нему оно не отделяет его от всего самого лучшего, как это было в представлениях наивных метафизиков и моралистов, которые вплоть до XX века и даже сегодня все еще продолжают такого рода развлечения проводить, при том, что к нему уже давно предъявлены большие претензии и не только со стороны Дорида. Он тут не первый. Дорида, напротив, замечает, что в первую очередь различия проходят по плохому, по отверженному термину. Его называют дополнением, оно восполняет, то есть оно в каком-то смысле больше, чем нужно, его могло бы не быть. Какое-то излишество. Как излишеством является, скажем, культура или любовные отношения в парижском обществе. Это не что-то простое, подлинное. Это не то, ради чего сам Руссо избрал свою Терезу и творил с ней, как нам говорят биографы, бог весть что. Это тоже интересно, если нас это интересует не с точки зрения каких-то биографических сплетен, а с точки зрения того, что данный факт тоже вовлечен в логику этого развлечения. Самой чистой женщиной, по мнению Руссо, он говорит об этом в исповеди, можно творить все, что угодно. Это тоже большая проблема, и тут сломали голову многие комментаторы. И наоборот, опять-таки, с куртуазными немфетками, с развращенными юными девочками уже как будто бы ничего не сделаешь, потому что они так развращены, и их ничем не удивишь. Руссо все эти развлечения проводит с блестящей виртуозной тонкостью, но они как раз и дают основания для сомнения, которые предъявляет Дорида. Каждый раз оказывается, что в исполнении расчленено само. Оно в каком-то смысле не нужно, но оно необходимо. Оно очевидно дурное, но без него никак. Оно ни за чем не стало, без него прекрасно можно было бы обойтись, но выясняется, что только им и действует, включая само развлечение между плохим и хорошим. То есть именно на его основании это развлечение проводят. И именно эту ситуацию Дорида развлечением и называет. То есть это такого рода различие, в котором больше нету различия оппозиции, различия антагонизмов, как мы его знаем, как в общем-то сегодня до сих пор в бытовой речи пользуемся. Можно себе представить, как затруднилось бы наше общение, если бы мы могли хоть на чуточку учесть то, что Дорида имел в виду. Попробуйте это проверить, может быть буквально на каком-то, скажем, бытовом пятиминутном телефонном разговоре 90% его сделались бы невозможными, если бы мы помнили указание Дорида на то, что большинство проводимых нами антагонизмов, оппозиции никуда не годятся, что все они являются в некотором роде идеологическими, что все они не учитывают этого самого различания, что в них один термин является крайне проблематическим, а другого вовсе не существует. Как, скажем, является крайне проблематическая культура, которая необходима, ну, которая подвергается порицанию, а с другой стороны природа, которой вовсе нет. Опыт первобытного состояния нам не дан. То есть получается, что перед нами не два основательных термина, которыми можно, скажем, побивать противника, противопоставлять их друг другу, выстроить на этой основе огромное здание морали и подлинности, включая возвращение к самому лучшему в нас самих, а напротив перед нами некоторое логически скрученная, изначально невыверенная, неуравновешенная конструкция, в которой одна ее часть является сразу удвоенной по отношению к себе самой, она не то и не другое, а другая вовсе отсутствует. И вот именно эту работу Дорида проводит с текстом Руссо, показывая, что буквально только этой фигурой Руссо и жив. Каждое его рассуждение, если угодно, возьмите, может быть, исповедь или Эмиля, и проверьте это, в общем, все довольно основательно, все его рассуждения, какими бы многообразными, плодотворными они ни были, сколько бы житейских предметов они не охватывали, а Руссо это тоже своего рода лексикон прописных истин, и в то же время Флабер в своей эпохе, все они поддерживаются вот этой фигурой, фигурой, которую можно было вкратце чисто риторически охарактеризовать да, но. То есть, да, с культурой дела обстоят очень плохо, она является источником развращения нас всех, но каким-то образом получается так, и никто не спорит, что без нее никуда. Таким образом, что и критику культуры только из культуры можно проводить. И каждый раз Руссо жалуется на то, что была начата некоторая ненужная по его мнению история, для него любая тонкость является объектом претензий, скажем, например, очевидно, что, для Руссо, по крайней мере, очевидно, что ребенку для воспитания нужны только самые естественные вещи, живительный воздух, свобода движения, например, материнская ласка, которая, по мнению Руссо, изливается совершенно естественно, она якобы никакой культуре не обязана. Вот это суждение Руссо было очень трудно опровергнуть, на нем очень долго стояла вся педагогика, разумеется, сегодня, после Лакана, у нас к этому рассуждению тоже масса претензий, мы не верим, что есть какое-то материнство без культуры, то есть, несмотря на внешнее сходство, о котором нас уверяют сами матери, указывая на то, что якобы они к ребенку льнут совершенно естественно, как ребенок к ним, последнее вызывает еще больше сомнений, особенно после рассуждения Мелани Кляйн и ее очень основательных наблюдений за грудными детьми, которые выказывают не меньше подозрений и ненависти по отношению к ближнему, чем любой взрослый, но в любом случае, когда такого рода вещи пытаются провести, опираясь на нашу естественную веру, здесь, напротив, нужно, конечно же, стоять на позициях последних достижений сомнения и понимать, что между материнством в природе и материнством у человека пролегает пропасть, что даже если некоторые вещи похожи, они воспроизводятся на других основаниях, скажем, де лакана этим основанием является означающая то есть система языка, даже если некоторые феномены у животного и человека как будто бы сходные, скажем, объятия или предложение груди, тем не менее, человеческое существо делает это не на тех основаниях, на которых это делает животное, здесь тоже нам нужно некоторое различание, фигура определенного рода подозрения, то есть иные феномены могут быть на вид одними и теми же, и они на уровне феноменов одними и теми же остаются, но основания у них разные, и чтобы это увидеть, понадобилась огромная, почти 150-летняя работа философии, психоанализа, чтобы действительно понять, почему эти основания разные, и главное, почему это нужно учитывать, почему, если этого не учитывать, происходят разные вещи, включая господство самых неприятных идеологий, включая идеологии правого толка, которые на этой естественности обустраивают все, тоже можете это проверить как-нибудь, например, при отсылках к тому, что сегодня называется фундаментализмом, все это стоит на примате естественности, именно правота естественности, ее неподсомненность, и есть то, что вызывает правую идеологию к жизни, вот именно это является объектом сомнения Дорида, поскольку он показывает, что уже и Руссо начинает путаться в этом отношении, скажем, для ребенка нет ничего лучше, естественной материнской любви, солнечного света, там, коровок на лугу, через которых он, естественно, познает природу, но вдруг выясняется, что ребенку нужен язык, это тоже под сомнение не ставится, Руссо, конечно, был бы нечистоплотным безумцем, если бы он отрицал такие вещи, он этого не делал, но тогда необходимо продумать такой язык, который был бы совершенно естественным, и вот тут Руссо совершает, конечно же, подмену, подтасовку, он делит язык на естественный и неестественный, вещь совершенно дикой, даже для того времени, потому что в то время уже было понятно, и, в общем-то, вполне в руссоистском духе можно было бы утверждать, что язык – это вещь совершенно неестественная, мы даже сегодня это понимаем лучше, чем это понимал Руссо, например, опять же, после учения Лакана, который показывает, какой сугубо поздний, если угодно, в эволюционном развитии, если вы придержитесь гипотезы эволюционного развития, какой поздней, неестественной вещью является язык, при том, что для субъекта это его стихия, ничего другого, кроме языка, не может его сформировать, то есть получается перед нами какая-то естественная неестественность, тоже продукт развлечения, и в этом отношении Руссо так далеко не заходит, он не заявляет, что язык вовсе не нужен, он понимает, что, в общем-то, утверждать так было бы чистым и безумием, но он тогда придумывает какой-то материнский язык, который якобы является естественным, это первичный лепет матери перед ребенком, это какие-то вырывающиеся у нее сердца восклицания по поводу первых удачных достижений дитя, и вот этот язык, якобы, по мнению Руссо, радикально отличается естественного языка. А что такое неестественный язык? Это язык разного рода университетов, это, опять же, язык салонов, язык каких-нибудь кофеин, где обсуждают разные глупости, язык надуманности, язык плохих поэтов, при том, что, видимо, есть какие-то хорошие поэты, это вопрос темный, но надо сказать, что и тут традиция руссоизма постаралась с тем, чтобы спасти честь создателя, и вы можете еще в 50-х годах прошлого века, я имею в виду 20-е, то есть почти наш, встретить огромные филологические теории, которые все свое честь и достоинство обустраивают на тезисе о том, что якобы поэт привержен этому естественному языку, что вот, скажем, плохая поэзия или дурная проза, она дурная не потому, что здесь язык не доведен до совершенства, не потому, что здесь не прошли стилистическую выучку, а потому, что, напротив, здесь придерживаются какого-то неестественного, надуманного, культурного языка, всякие вымороченности, вроде формалистских вымороченностей, например. Почему, скажем, от формалистской позиции нельзя ни вздохнуть, ни заплакать? Потому, что она полностью неестественно чужда человеческому языку, это какие-то безумные изобретения, от которых можно избавиться. Вот вам, пожалуйста, пример в исполнении, при том, что многие серьезные исследователи основательно указывают, что именно формализм высветил работу языка в его крайне предельной форме. И эти исследователи указывают на то, что, наоборот, хорошие поэты, мол, пишут так, как ручей струится, они причастны к какому-то первоначальному глубинному языку, иногда его вслед за лаканом в шутку, а некоторые даже, как это не страшно, и всерьез называют ля-ля языком. И иные вправду верят, что это такая вещь, к которой нужно вернуться, что там скрыты какие-то неисчерпанные ресурсы, что это что-то такое, на чем, в общем-то, стоит наше богатство. Но все это уже основательно до ряда поставлено под сомнение. Все эти вещи он перешил стир, показав, что по сути дела перед нами именно риторическая фигура. Говоря о риторической фигуре, Дорида не имеет в виду, что это, мол, не основательно, что это болтовня. Если бы Дорида так имел в виду, то это означало бы, что он тоже был руссоистом, который считает, что некоторые вещи, скажем, практика основательная, а речь-то так, в исполнении. Непонятно зачем, и жаль, что мы этим занимаемся. Но как раз таки здесь теория Дорида доказывает свою вменяемость, ему удается самой своей силой сказать, что он ни в коем случае миф в исполнении не разделяет, он не считает, что риторика – это что-то неважное, что это какие-то завитушки на базе чего-то основательного. Наоборот, именно в риторике нужно искать происхождение огромного количества вещей, включая, скажем, нашу внутреннюю убежденность. Например, в том, что начало всегда присутствует до конца, или что первое всегда присутствует перед вторым, например, или что центр центральнее, чем периферия. Вот эти вещи, которые мы допускаем каждодневно, на которых основано наше бытовое повседневное мышление, по сути и есть то, над чем работает деконструкция Дорида, чем он вменяет различания, показывая, что каждая из этих оппозиций – первое, второе, центр периферии, ребенок взрослый, отец-сын, например, работа над отцовской сыновней метафорой, что, конечно, очень близко к тому, чем занимается психоанализ, Дорида проводит в более поздних книгах, например, «Фармакон», показывая, что древнейшее представление о том, что отец в каком-то роде причина сына – это и есть источник огромного количества заблуждений, это и есть то, что заставляет нас держаться в рамках некоторых идеологий, включая политическую идеологию, в которой, как вы все прекрасно представляете, фигура отца занимает важное место. Не будь у нас этой подспудной веры в первичность отца, при том, что отца мы давно уже выбираем, каждые четыре года, но тем не менее, не будь этой веры, то, конечно, многие политические ходы были бы просто невозможны, мы бы так легко не обманывались, мы бы так легко не испытывали страх подчинения, если бы эта вера не продолжала в нас сохраняться в первичной форме. При том, что именно Дорида показывает, что эта форма ни в коем виде не является первичной, это не что-то, что мы унаследовали от природы, это что-то, внесенное культурой, это определенные риторические процедуры, которые можно проследить, которые восходят к некоторым источникам, скажем, первоисточникам, и Дорида, поэтому специально работает с первоисточником, не для того, чтобы показать, что там скрыта вся мудрость, к которой нужно вернуться, а напротив, чтобы показать, что, если угодно, исток заблуждения лежит именно там. Что некоторые вещи, которые допускаются нами как естественные, большинство оппозиций, большинство последовательностей, включая последовательность причины и следствия как таковую, которые эти последовательности придерживают в их, якобы, изначально данной форме, наоборот, все эти вещи являются определенными происками риторики, и нужно каждый раз внимательнее к ним присматриваться. Если кто-то уверяет, что это так, потому что все происходит от Великой Матери с большой буквы, то это всегда, в общем-то, повод применить к подобной догме основание деконструкции, то есть посмотреть, каким образом данный текст идеологически проводит различание, но тут же замазывает его подразличием. То есть он выставляет нам два термина, скажем, мать-отец или мать-дитя, вместо того, чтобы показать, что для него на самом деле важен второй, как будто бы не важен термин, что на этом втором термине все и стоит. И поэтому, когда Руссо начинает свою педагогическую работу с ребенком и первоначально определяет то, что он считает для ребенка естественной средой, вот тут и начинается масса подтасовок, сложностей. Как видно, Руссо все больше уступает. Его Эмиль растет из романа Эмиля или о воспитании. И вот ему уже нужен не только материнский язык, но какой-то еще. Ему нужно образование, ему нужно какое-то знание о морали. Руссо тщится показать, что это знание о морали можно черпать, опять же, из каких-то естественных вещей, что для воспитанника полезно не проходить, скажем, в школу дипломатии или политической науки, а наоборот прикоснуться к морали и в ее первичной форме, скажем, к морали простых грубых людей, которые зарабатывают себе на жизнь собственными руками. Вот это якобы будет первичной моралью. При том, что Руссо сам же уверяет нас, в этом смысле хороший марксист и в этом смысле хороший деконструктор, что эти самые бедные люди не первичны, а произошли от богатых. То есть очевидно, что в том дологическом, человеческом, естественном состоянии не было ни богатства, ни бедности, потому что не было изгороди, овец, не было частной собственности и так далее. То есть Руссо прекрасно понимает, что не бедный предшествует богатому, а наоборот богатый, отнимающий у бедного, предшествует бедному и бедного делает. Если бы не было богатых, не было бы правительства, то ясно, что никаких бедных бы тоже не было. Совершенно марксистская, вполне светская гипотеза. Тут Руссо ни в какой потасовке не упрекнешь. Это как раз таки способность Руссо подумать деконструктивистски. Тут он ясно видит, что второй идет перед первым. Тут он сам проводит фигуру деконструкции, но тем не менее он не может провести ее до конца. Он не в силах отказаться от этого первоначального состояния, в котором не было ни богатых, ни бедных. Опять же, культура нам ни на что подобное не указывает. Сегодня есть основательные этнологические данные, согласно которым бедность и богатство, разделение и имущественное неравенство совершенно неотделимы от человеческого состояния, что даже в самых заброшенных богом первобытных общинках, которые еще сохранились, конечно, они уже попорчены всем тем, что называется глобализацией. Но, в общем-то, в 30-е, 40-е годы их еще можно было наблюдать. Есть седины, что некоторые до сих пор не охвачены интернетом. То есть тут можно провести какие-то более-менее подлинностные, в кавычках, этнографические исследования. Но вся эта подлинность, на которой стоял интерес этнографии, а заметьте, что сама этнография является дечищем Жан-Жака Руссо, потому что именно с его мифом о добром дикаре и появляется интерес к первобытным обществам. Кажется, что стоит там основательно пошерстить, и на сцену вернется вот эта самая утраченная первичная хорошая мораль, она заново воспитает испорченную культуру человека, этнографы пускаются на поиски племен, и самые честные из них обнаруживают, что даже самые маленькие и якобы живущие естественным трудом племена воспроизводят различия в той же самой логической форме, в которой они наблюдаются в современной жизни. Что нет такого племени, где не было бы разделения на первое и второе, на отца и сына, на бедных и богатых, что с течением времени это различие усугубляется. Тут Руссо совершенно прав, этот его этнографический тезис можно воспринять с полной серьезностью, то есть оно расцветает, приобретает более тонкие и полные формы. Но, тем не менее, ничто не указывает на то, что где-то существует этот самый естественный ребенок, вскормленный на чистом молоке естественного материнского языка. И вот здесь Руссо Акаста в странном положении. Фактически он сам проводит свою же деконструкцию, он сам прекрасно видит те вещи, которые, в общем-то, видит до ряда. Но что-то Руссо мешает, он не в состоянии сделать последнего шага, и он проводит эту самую последнюю, изыскреннейшую игру, развлечения. Вместо того, чтобы признать, что этого логического состояния нету, что наблюдается первичность того, что он считает вторичным и больным, вместо этого он усугубляет дело, настаивая на том, что это вторичное и больное кажется первичным именно потому, что настоящее первичное мы утратили. И вот с этого Руссо не слезает, этим он и заканчивает. И здесь Дорида доводит до логического конца свою раскручивающую цепочку деконструкции, то есть работе по чему-то такого, что можно было бы вообразить метафорически в виде процедуры снятия чешуи с лука, постепенно обнажая логическую конструкцию Руссо. Дорида показывает, что Руссо не в состоянии от некоторых вещей отказаться, но при этом существует и обратное движение. Чем наивнее Руссо, чем сильнее он держится за аргумент первичности, тем изощреннее приходится ему быть на другом конце своей системы, тем больше различий ему приходится проводить, дробя язык, дробя культуру, то есть противоподставляя якобы неестественные вещи самим же себе. И Руссо, в общем-то, под конец только этим и занимается. Первоначальная природа, оказывается, постулирована и отброшена, а сам Руссо увлекается в цепочку различаний, где он бесконечно различает инстанции культуры, вот это хороша, это чуть похуже, вот это почти близко к тому естественному состоянию, а вот с этой дела совсем плохи. И вот именно здесь Дорида ставит точку, показывая, что по сути деконструкция такой процесс, который не учреждается самим Дорида, то есть это не какая-то позднейшая искусственная инновация, что опять же сделало ее подверженной гипотезе о дополнении, как о чем-то ненужном, а по сути с деконструкцией все и начинается. В какой-то степени западная метафизика – это что-то такое, что изначально учредило проблематическую историю, в которой ей пришлось совершать косметическую деконструкцию, то есть где-то подтушевывать, где-то подкрашивать, показывая, что она, мол, не имела в виду того, что имела, но тем не менее она сохраняет первичные различия, и поэтому каждый раз деконструкция не проводится до конца. Что-то эту метафизику останавливает. Ей, скажем, нужно допущение о первичной истинности или о первичном отце, о логосе, например, и это понятие, поэтому чрезвычайно занимает до ряда, он показывает, что логос, по сути, выступает некоторой первичной матрицей всех оппозиций. Логосу противопоставляется, скажем, материя в качестве принципа неоформленного, тогда как логос ее оформляет, мы знаем это от Аристотеля, в виде формы. Или, скажем, логос в качестве отца противопоставляется сыну, это в том числе религиозная христианская история. Сын всегда вторичный, сын вбирается отцом. С другой стороны, как видите, здесь уже наличествует некоторая работа подкрашивания. Тот же самый логос иногда заступает на место первичной материи. В том смысле, в котором, скажем, он действительно способен себя вбирать. В том смысле, в котором в нем все. И каким-то образом метафизике приходится оставить работу различия и начать работу различания. Но эта работа производится так, что метафизика старается не отдавать в ней отчета, чтобы своих последователей не разочаровать. Если постепенно логос, бог и обрастает огромным количеством черт, которые мы не можем считать иначе, как противоречивыми, это, очевидно, разные истории. Скажем, когда Хайдегер, человек, которого Дорида назвал своим предшественником, потому что Дорида вводит понятие деструкции, разбора того самого забвения бытия, которое он наблюдает в западной метафизике, и этого пугаться тоже не нужно, поскольку Хайдегер проводит совершенно светскую работу, она тоже носит логический характер, она легла в основание того, что сделал Жак Дорида. И, скажем, именно Хайдегеру принадлежит прекрасная деконструкция аристотельской метафизики, когда Хайдегер замечает, что эта метафизика с ее историей о перводвижителе, который одновременно принцип Вселенной и оформляющая форма и первопричина всего сущего, что в этой истории что-то явно не клеится, что это как будто бы три разные истории, по меньшей мере. И Хайдегер их осторожно распутывает и откладывает друг от друга, как иногда мы распутываем компьютерные провода. Он говорит, скажем, что вот история о первосущем – это одна история. Это история мифологическая, ее Аристотель унаследовала до сократиков. А вот, пожалуйста, история перводвижителя – это совсем другая история. Это история логоса в его логической форме. Она ни в коем случае не является историей мифологической. Тут Аристотель говорит совсем о другом, это какой-то другой оформляющий принцип. А вот, скажем, логос в виде формы – это третий оформляющий принцип. Это явно не первосущие, потому что первосущие, как правило, неоформленная материя и есть. То есть уже Аристотель основательно путает карты, передергивает их, пытаясь под видом единой системы предоставить три совершенно противоречивые друг другу вещи. Именно поэтому тут нужна, по мнению Хайдекера, деструкция. То есть показ того, каким образом все эти игры нужны были для забвения понятия бытия и представления бытии, которые не сводятся к представлению о сущем у Аристотеля, мы находим именно сущие. Мы не будем в это вникать, нам это важно, потому что ту же самую работу, только оформляя ее в филологические, уже не философские термины, производит Дорида, показывает, что действительно западная метафизика – это не просто такая невинная история спрашивания о том, откуда пошли вещи, или там, почему Бог сотворил небо и землю, а вся западная метафизика, как история о бытии и космосе – это своего рода даже не нагромождение, поскольку она обладает, разумеется, логикой, но это именно предъявление некого изначального противоречия. Эта история почему-то не может рассказаться, как только в противоречивом виде, иначе у нее не получается. То есть перед нами не постепенное освоение представления о мире и месте человека в нем, как иногда совершенно убого представляет эту метафизику, например, в работах по герменевтике или по культурологии, а напротив сама западная метафизика со всеми ее понятиями, которыми мы сегодня безмятежно пользуемся, которые стали достоянием обыденного языка, скажем, мир, например, или действие, или причина, или начало, или исток. Все эти понятия, без которых совершенно невозможно наше повседневное мышление, по сути дела, являются очень сложной, искусственно учрежденной, разумеется, не по злому умуслу, а по некоторой изначально невозможно поставленной задачи. Вся эта история является историей выполнения одной невозможной задачи, именно поэтому в итоге она заходит в ряд противоречий, и эти самые противоречия без критики совершенно незамеченным образом ложатся в основании литературы, культуры, философии, искусства, чего угодно. И, разумеется, политики – это самая болезненная вещь, потому что, поскольку эти противоречия являются неразобранными, поскольку мы не деконструируем некоторые вещи, которые политика нам предъявляет, скажем, в форме госвласти или госаппарата, поскольку мы продолжаем все формы воспроизводства доверия, робости и так далее, если бы не было теологии, говорит Жак Дорида, не было бы политики. Именно поэтому свою деконструкцию он полагает, прежде всего, политической критикой. Очевидно, что политика стоит до сих пор на допущении первоистока, начала чего-то хорошего, в противопоставлении чему-то дурному. Скажем, хорошо, когда держава едина, например, говорят нам. Совершенно очевидно, что принцип единства, что приоритет единства перед раздрозненным, слабым, дурным, худым, приходящим в упадок – это уже то, что можно встретить в древнегреческих представлениях о функции единства в противоположность множеству. То есть, как ни странно, именно политика государства является сферой, где все эти метафизические мифы воспроизводятся в совершенно неконтролируемой, не спрошенной форме. Именно этим политическая власть в ее господствующем режиме сильна. И вот таким образом мы к различанию можем подступиться. И это понятие различания не просто проходит, как иногда говорится, красной нитью через работу Дорида, а по сути все то, что Дорида пишет, он неким образом пишет вокруг этого понятия различания. То есть, нужно видеть эту историю, и об этом просит сам Дорида, давая нити к своему прочтению. Нужно видеть историю развертывания мысли Дорида не как последовательность текстов, которые, скажем, пронизывают в виде штифта или стержня одна и та же идея, а необходимо видеть их, скорее, некоторым тычиночным образом, то есть, как совокупность текстов, расположенных возле одного и того же затруднения. И тем самым картина обретает логичность и связность, потому что Дорида и сам Дорида показывает метафизику как западную историю, историю западного письма, текста, выставлены возле одного и того же затруднения. Разница только в том, что это затруднение данная история признавать не хочет. Но именно его Дорида кладет в основание своей мысли, и он предъявляет его в отчетливой, ясной форме. То есть, он в ранних работах даже стоит на некоторой, в будущем могущей показаться ему самому наивной концепции мета-языка. То есть, Дорида буквально говорит в грамматологии о том, что эти вещи оставались скрытыми, они были прошиты языком, прописаны в разных текстах, начиная от Аристотеля и кончая Жан-Жаком Руссо. Но именно я это противоречие проявил в его ясной форме, именно я его обсудил. То есть, здесь Дорида еще делает некоторое мета-языковое допущение, полагая, что он возвышается над схваткой, но уже в более позднем периоде Дорида прекрасно понимает, что, разумеется, вся эта история западного письма и текста такова, что в ней никто не возвышается, что Дорида тоже представляет собой некоторую часть этой истории, что высвечено им далеко не все, и он постоянно ставит новые проблемы, что в каком-то смысле его позиция не обладает прерогативой, как уже было сказано выше, то же самое делает и Руссо. Но вот только почему-то в такой форме, что это не получает дальнейшего развития, это не становится деконструкцией, это продолжает оставаться метафизикой. Перед нами как будто бы две стороны одной и той же медали, но даже эта аналогия с медалью несколько обманчива, потому что Дорида везде не прекращает в дальнейшем настаивать, что, по сути, все те мыслители, которых он критикует, это Руссо, это Ницше, это, конечно, Мартин Хайдегер, все они, по сути, уже сделали все то, что сейчас делает сам Дорида, они уже показали все противоречия, которые только можно показать, иногда в очень развитой критической форме, особенно это касается Мартина Хайдегера, которому принадлежит развенчание почти всех метафизических противоречий, кроме, по мнению Дорида, одного. Он все еще полагает, что его бытие, противопоставленное сущему, как вы знаете, все-таки более подлинное, оно более основное. Именно это, как полагает Дорида, и тут он не одинок, это общая традиция французской критики, именно это подводит Хайдегера к неверному политическому выбору. Ему кажется, что в нацизме что-то есть, что если зерно подлинное существует, то оно там, и вот здесь его нужно искать, и слава богу, что кто-то до этого, наконец, в политической жизни дошел. Но эта ошибка была вызвана буквально тем, что Дорида все равно продолжает предполагать наличие чего-то первоначального, не поддающегося дополнению, не нуждающегося в восполнении чего-то очень подлинного. И можно сегодня за наследие Дорида, наследие Хайдегера побороться и показать, что этого аргумента он не допускает, и что к нацистской ошибке его приводят несколько другой ход рассуждений, и что сам Хайдегер в какой-то степени сам от себя отличен. Где-то он является деконструктором, ничуть не уступающим Дорида, далеко обошедшему Ницше и Руссо, разумеется, которым он не чета. Он прекрасно видит недостатки последних, и у него много работ посвящено этим недостаткам. Но действительно в последние секунды что-то ломается, показ не выдерживает силы напряжения, и Хайдегер делает некоторые неверные выборы, включая его поздние тексты, которые Ален Бадью шаловливо позволила назвать себе глупостью. Это всякие тексты, в которых Хайдегер описывает утреннюю пахоту, ревучих быков и прочие проявления подлинности. Все то, что насмешило циничных французов, которые еще были согласны работать с логическим аппаратом Дорида, где, скажем, он критикует Ницше, но верить в то, что Бадью называют лабудой, а о первоначальной природной жизни, они, разумеется, не согласны. Ну вот, и Дорида прекрасно понимает, что его история, которую он воспроизводит, тоже является историей не в полной форме, что никто не обладает правом на историю в полной форме, что это было бы метафизической претензией. Скажем, если Аристотель еще полагает, что он рассказывает полную историю о сотворении формы из материи, то Дорида уже не имеет права на такую роскошь, поскольку он является основателем деконструкции, ему нужно быть осторожным по отношению к себе же самому, иначе это может вылиться в новые противоречия и в новую глупость, иначе все позиции будут сданы просто без боя. И поэтому Дорида продолжает очень осторожную работу, в которой он раз за разом распутывает этот метафизический клубок западной мысли, и основное различие, которое он в нем наблюдает, то, что он называет даже иногда архиразличием, не имея в виду, что это первичное и подлинное, разумеется, в архетипы Дорида не верят, было бы смешно после всего сказанного полагать, что такая вера в нем могла сохраниться. Под архиразличием он понимает некоторое базовое различие, на основании которого, если угодно, посредством паразитации на котором все прочие различия имеют место. Не различия, а именно различия, поскольку здесь речь идет о базовых антагонизмах, которые, как мы уже сказали, таковыми не являются, поскольку скрывают другие антагонизмы, непризнанные. Так вот, самым базовым различием, которым как раз и нужно преодолеть через различания, является различие на письмо и речь. И Дорида здесь проводит ту же самую фигуру, которую он применяет в отношении Руссо. Это фигура демонстрации того, что вся западная метафизика является культурой письменного текста. Совершенно очевидно, что письмо в ней преобладает. Именно это и делает возможным литературу ее позднейший расцвет, который является письменным, вплоть до неразличимого слияния письма и языка, так что не речь и язык оказываются в теснейшей святке, а именно письмо и язык. Именно это и делает, скажем, возможным лакановскую теорию означающего. Это всегда написанный знак. Мы знаем, что означающее – это нечто такое, что отличается от означаемого. Означающее – это именно написанный знак, а означаемое – это его содержание, его смысл. Так вот, Дорида показывает, что вся западная метафизика является вектором, выстраивающим свою силу и могущество на силе письма, но при этом, как назло, и это уже закономерно, это уже ясно, с самого начала она настаивает на преимуществе первичного голоса. Он выступает в форме логоса, он выступает в форме животворного дыхания, духа, который носился над водами, перед тем, как отлились некоторые формы живого и неживого. И Дорида настаивает на том, и тем самым опровергает все аргументы конспирологов, правых теологов и так далее, что не существует никакой цивилизации первичного голоса, дыхания, святыни, которая предшествовала бы западной метафизике. Но, напротив, именно западная метафизика, являясь культурой письма и письменного текста, и вознесла на пьедестал, восславила, восхвалила именно это самое первичное дуновение. То есть восхваление голоса, вера в первичность духа – это именно история, именно проблема, история в смысле проблемы западной метафизики. Нет такой истории, о которой нам рассказывают, опять же, те же конспирологи или фундаменталисты, в которой якобы чисто по-руссоиске поначалу было теплое дыхание, некоторое материнское влияние, отсутствие культуры, отсутствие сбивающей с толку, скажем, либеральной культуры, а потом приходит культура письма, текста, риторики и так далее. Напротив, именно культура письма, текста и риторики породилась странным образом, опять же, вторым номером перед первым, тоску о первичной подлинности, которая выражается в метафоре дыхания, дуновения. И в работе «Голос и феномен» Дорида чуть ли не на чисто мирском, житейском уровне показывает, как сильна в нас вера в это первоначальное дуновение. Мы все упорно верим в то, что сказанное голосом неким образом подлиннее, честнее, основательнее, первичнее, если угодно, чем написанное. Именно на этом стоит миф о предшествии Сократа Платону и так далее. Притом, что все эти вещи, конечно, неизвестны и исторически вообще не доказаны. Так вот, как это ни странно, мы обречены с самого начала на письмо, на культуру изощренных различий, на письменное чтение, на культуру текста. И в этом смысле, когда возникает новая шумиха о том, что кто-нибудь, кого-нибудь, скажем, Лакана слишком трудно читать, то здесь, конечно же, не остается сомнений в том, что это именно недоработка читающего. Наша культура – это культура предельно сложного текста, и нужно в этом отдавать себе отчет, без этого ни к чему не приблизиться, ни до чего не дойти. Но, с другой стороны, именно эта культура постоянно, даже, я бы сказал, скрупулезно, проводит различия между письмом и голосом, показывая, что все-таки голос приоритетнее. Не случайно Бог говорит громовым голосом, например. Скрижали бывают после голоса, если вы вспомните это место из Ветхого Завета. Сначала Бог предстает в форме гласа, голоса Шафара, и Лакан специально в 10-м семинаре это разбирает, показывая на первичность голосового как такового, и только потом мысей получает заповеди. Скрижали, которые, к тому же, очень непрочны. Если завет с Богом нерушим, то скрижали, скажем, можно разбить в небе, и нужно будет писать новые. Это показывает, что письмо, по сути, ненадежно, оно подвергается уничтожению, скажем, манускрипты горят или заливаются водой, их грызут мыши, но вот с голосовой традицией, которая, казалось бы, еще ненадежнее, слово «у» выскочило и пропало, голос прозвучал и утих. Но почему-то вот эта самая ненадежность парадоксальным образом воспринимается как высшая степень надежности. Все придет, но голос пророка останется звучать. И Дорида, опять же, в верной своей гипотезе развлечения, показывает, что все, разумеется, обстоит не так, что первично именно письмо, что именно письмо принадлежит, это возня с голосом, письмо его хвалят и возносят ему все якобы полагающиеся голосу почести. Для этого в уже довольно поздней работе, работе под названием «Фармакон» или «Фармация Платона» в другом переводе, Дорида сталкивает два мифа. Это, во-первых, миф о древнегреческом писце Боге Тоте, который, конечно, похваляется первичному, главнейшему богу, за которым он уходит и записывая его слова, при том, что тот, разумеется, от себя что-то все время добавляет, перевирает. Именно поэтому традиция письма неподлинна. Другое дело, что к первоначальному голосу у нас доступа нет, поэтому разговора нет, разумеется, тоже. На это Дорида указывает, показывая, что истоки нашего сильного подозрения к письму нужно искать именно здесь. Мы совершенно уверены, что записывая числа пророка, все переврал. Но другое дело, что доступа у нас к первоначальному оригиналу нет. Это вызывает первичную горечь, на которой основан приоритет голоса. Очевидно, и в этом смысле Дорида тоже является психоаналитиком, то, почему скорбишь, утраченное, всегда является самым ценным. Это основная максима, которую Фрейд положил уже в основу своих исследований в области скорби и меланхолии, показывая, что утраченный объект получает величайшую ценность, которую он, разумеется, не обладал. Было бы смешно допускать, что все мертвые так хороши, как мы о них говорим, или как мы о них молчим. И вот здесь Дорида проводит совершенно психоаналитическую, вполне в духе Фрейда, работу, показывая, каким образом объект первоначальной скорби оказывается утрачен. Мы не имеем никакого доступа к первичному природному состоянию, к материнскому языку, к голосу, возвещающему истины, которые остались незаписанными. Но именно поэтому эти вещи подвергаются сакрализации. Именно они возносятся в качестве чего-то сублимированного и самого ценного. Именно здесь возникает определенного рода возня возле подлинности, когда каждый пытается вознести еще большую хвалу. И Дорида показывает, что все эти хвалы тоже отмечены своего рода ложью, потому что, как правило, они производятся в форме все того же письма, в форме все той же метафизической западной культуры, которая на письме держится. И единственным выходом, разрубающим узел, было бы, конечно, допустить, что никакой первичной подлинности нет. Это как будто бы ясно. И это зачастую вменяют Дорида в качестве упрека, указывая, что он якобы по-постмодернистски не сложил истину, что он бросил нас в пущенную игры, что все это якобы фатально неинтересно. На самом деле дело так не обстоит, потому что именно Дорида удается вывести на первый план эту самую опорию, в которой, очевидно, первой истины нет, эта тоска производит целый ряд эффектов в том, что Дорида называет восполнением, скажем, в письме или в отцовском языке, то есть в чем-то принципиально неестественном. Это принципиально неестественное не абы какое, а оно всегда обязано этому первоначальному, вытесненному, утраченному, якобы естественному. То есть перед нами не просто какие-то игры, риторики, а некоторая система, в которой фигуры разворачиваются непроизвольно. Скажем, вы, думаю, уже заметили, что фигура различания очень непроизвольна, что нужна была сложная работа, показывающая контуры этой фигуры, и что, в общем-то, в самой этой фигуре есть определенная обязательность, нам нужно ее увидеть, если мы хотим с некоторыми мифами разделаться. Эта фигура очень важная, именно поэтому с самого начала до ряда почти никем не слышим и говорит об ответственности и посвящает ответственности несколько своих поздних работ, показывая, что он вовсе не пришел на философское поле с целью разрушить, упразднить любую истину, а напротив он проводит определенную работу, чтобы показать, как сильно мы ответственны, когда мы на эту первичную истину полагаемся, как это все не очевидно и какой на самом деле должна была быть другая ответственность, в которой мы бы в этих фигурах деконструкции бы отдавали себе отчет, проводили, скажем, на этом основании некоторую разоблачительную, скажем, политическую или иную другую работу. Вот именно это взывает к нашей ответственности, потому что эти фигуры очень строгие. Скажем, второе перед первым это не просто веселая чехарда, это не произвол, в котором можно и так, и так, как угодно, а здесь наблюдается строгость. Всегда, как правило, второе перед первым, но так, что это второе, называют вторым. Так что его унижают, не замечают. Это нужно увидеть. Это требует определенной аналитической работы, если угодно, даже психоаналитической, и поэтому Фрейд столько времени уделяет психоанализу. И вот здесь Фрейд свой вклад в психоанализ вносит, показывая, что мы ничего не поймем в культуре Фрейда, мы не поймем ничего в том подозрении, которое Фрейд учреждает, мы не поймем, что такое бессознательное, и почему изучение его наложило на нас такой сильный отпечаток, сделав нас совершенно другими людьми, проведя водораздел между биологическим человеком XIX века, то есть человеком, который не только, скажем, занимался наукой биологии и верил, что можно на этой основе исчерпать весь смысл человечества как таковой, человечности как таковой, но это был человек биологический в том смысле, в котором он все еще был неким образом раздвоен между душой и телом, то есть он допускал наличие высших медовидических истин, при этом полагая, что сводится к бытию земному, где он должен действовать. Вот эту фигуру уже основательно разоблачил Маркс, но она все равно сохранялась вплоть до психоанализа, то есть настоящая секуляризация, настоящее прорывание с религиозным мифом, который, всегда, заметьте, зиждется, опять же, на двух позициях, с одной стороны, это допущение чего-то глубоко трансцендентного, то есть чуждого человеческой природе, а с другой стороны, на другом полюсе это допущение совершенно естественного, человеческого, скажем, того природного, того телесного, которое человека поддерживает в бытии. Вот эта самая сбалансированная гиря, разумеется, упраздняется с приходом Фрейда, который показывает, что, в общем-то, исток един, но он логически самопротиворечив, это и есть бессознательное. Больше нету комфортного деления на сакральное, скажем, и земное, а есть некая общая для всех структура, которая включает в себя бессознательное, вытеснение, забвение, скорбь и целый ряд вещей, но все они таковы, что учреждают целый ряд логических несостыковок, потому что субъект, как уже в тот раз говорилось, эти вещи присвоить не в состоянии. Это представляет проблему. Именно по этому поводу совершенно марксистское замечает Фрейд и возникают игры религии или там идеологии, все это, некоторые отчужденные формы невозможности эти противоречия присвоить. Для того религия, скажем, нужна, чтобы эти противоречия умиротворять. Только если Маркс полагал, что речь идет именно о социальных противоречиях, где религия выступает утешением, своего рода анестетиком, прививкой против чрезмерной боли, которую нам приносит социальное угнетение, то для Фрейда вопрос стоит в более строгой форме, в форме более структурно интересной, я бы сказал, поскольку для него все эти противоречия это не какие-то внешние противоречия, скажем, противоречия бедности и богатства, клирикальной и светской культуры и так далее, а для него это противоречия, которым прошит каждый субъект, это противоречия, которую он все время носит с собой, это противоречия в форме бессознательного, не только информацию из которого, но и информацию о бытии которого субъект не может принять, тем самым и неким образом не пострадав, не потеряв что-то в первоначальной уверенности. Именно эту потерю уверенности Фрейд хочет причинить, он заходит довольно далеко, и именно эту интенсию подхватывает Дорида, который тоже не боится частью уверенности нас лишить. И поэтому та смычка, которую мы наблюдаем между Дорида и бессознательным, располагается как раз таки там, где Дорида проводит свою работу над голосом и письмом. Дорида совершенно уверен, что Фрейдовский психоанализ является достижением, которое стало возможным благодаря признанию неотвратимости судьбы письма для западного человека. И Дорида работает с текстами Фрейда, которые представляют на самом деле огромный интерес. Это самые ранние тексты, некоторые считают их совершенно наивными, они, разумеется, уступают по изысканной сложности, по, если так можно выразиться, культурному содержанию поздним текстам, в которых Фрейд до конца простраивает концепцию бессознательного сновидения, культуры и так далее. Но эти ранние тексты, в которых Фрейд движется, как иногда ошибочно полагают, полностью под влиянием научной мысли, то есть мысли, которая не является психоаналитической, потому что из науки напрямую психоанализ не вывести. Наука это скорее всегда то, что апеллирует к природному, естественному, как это ни странно. Здесь тоже наблюдается своего рода фигура деконструкции, поскольку то, что принято считать принципиально неестественным, наука, как что-то якобы естественному субъекту чуждое, по сути только этим естественным субъектом и занимается. Так вот, Фрейд с этой историей прорывает и прорывает по замечанию Дорида в самых его ранних работах. В частности, это набросок к теории одной психологии, где Фрейд пытается представить структуру психического аппарата, в котором, как он уверяет, те впечатления, которые он получает, и те удовольствия, которые он от реальности может схватить, и которые потом повторяют. Эти самые удовольствия оставляют то, что Фрейд называет следом. Именно это позволяет Дорида совершить плодотворное распространение этой отсылки, намекнув на то, что вообще во всей культуре человечества след, по сути, является письмом. Письмо, по сути, определяется как след, это хорошее определение письма, даже самые первоначальные, примитивные, наскальные знаки, это уже след. Чтобы письмо возникло, нужно провести черту. То есть, оставить что-то такое, что предположительно наследило, скажем, письмо, это след Грифеля. И Дорида показывает, что уже в этой как будто бы очень наивной работе, а наивность порой заходит так далеко, что эту работу Фрейда полагают чуть ли не относящиеся к самому наивному психологическому периоду, тому самому периоду психологической мысли, в котором о себе заявило учение о привычке. И многим поначалу показалось, что работы Фрейда об удовольствии, вот эти самые ранние работы, полностью подвержены психологической концепции привычки, в которой, как нам иногда объясняют, субъект повторяет некоторые вещи, это оставляет след его памяти или моторики, что-то получается у него успешно, что-то, что еще важнее достигает успешной цели, скажем, субъекту удается ловко взять с полки пирожок, и после этого действия закрепляется, он повторяет его именно так, а не иначе. Здесь возникает рассуждение, уходящее корнями в педагогику, рассуждение о плохих и хороших привычках, где, опять же, все сводится к представлению о том, что некоторые привычки были выработаны под ошибочным давлением, под давлением ложного, нездорового впечатления, и что нужно просто каким-то образом пресечь эту самую траекторию пробегания осуществления действия, и тогда субъект от привычки откажется. Вот на этом до сих пор стоит вся наркология с ее проблемами, отучение субъекта от иглы и других более тонких наркотиков, которых, как мы узнаем, в мире огромное множество. Так что здесь тоже возникает повод для некоторого антируссоистского хода. Очевидно, что человечество без наркотиков немыслимо, как бы оно ни считало их чем-то чуждым, злым, грязным, дурным. Тем не менее, по сути, все более-менее не просто даже имеющие ценности, а базовые для культуры вещи организованы как наркотики, включая, скажем, чтение. Наркотическое пристрастие к чтению – это, в общем, вещь довольно очевидная. И здесь явно не удается провести различия между плохим наркотиком и хорошим. В каком-то смысле все они являются и плохими, и хорошими одновременно. И вот здесь Дорида выступает против данной гипотезы, показывая, что гипотеза Фрейда об оставлении в психическом аппарате следа не является вот этой самой наивной педагогической гипотезой о хорошей или дурной привычке. Напротив, как замечает Дорида, в этой самой форме наброска Фрейду удается предвосхитить все то, что впоследствии легло в его теорию желания. Я думаю, что мы с вами достаточно эту теорию проработали и уже поняли, что желание не сводится ни к целям, ни к хотениям, ни к полезным действиям, что в желании всегда есть нечто неуловимое, что-то такое, что ко всей сумме якобы адекватной человеческой деятельности не сводится, при том, что очевидно, что измерение привычки полностью черпывается этой самой теорией адекватности, привычка нужна для адекватного следования реальности, есть, разумеется, неадекватные привычки, как нам говорят, но это якобы ошибка, сбой в системе, это нужно устранять и так далее. Так вот, напротив, Дорида вполне в лаконистских традициях утверждает, что даже в этой наивной работе о психическом аппарате и о некоторых впечатлениях, которые пробегают, как выражается Фрейд, между ворсинками этого аппарата, оставляя в них свой след, так что появляются пути, по которым потом субъект следует с большей легкостью, это Фрейд и называет принципом удовольствия, есть пути непроторенные, по которым следовать трудно, нужно пробиваться, как свозь густую траву или толщу, а есть пути, в которых как бы субъект уже проложил просеку, в которых он поработал мочете, точнее не он, разумеется, а то, что Фрейд назвал первичным энергетическим зарядом. И как бы Дорида, как и лакан с пеной у рта отстаивают достоинства Фрейда на этом этапе, показывая, что он имел в виду не привычки деятельные, скажем, привычка работы с механизмом или с клавиатурой на компьютере, а те привычки, которые и лягут в основании желания, которые будут находиться в основании того, что сам лакан назовет реальным, с большой буквы, не реальностью, как совокупностью представленного нам в мире, с чем нужно как-то обходиться, что-то производить, отдавать и так далее, а реальным, как тем, что задает сцену желания субъекта, в который он не может отдать себе отчеты, которую не может, как уже было сказано, присвоить. Это различие между тем, что имеет значение, говорит лакан в одном месте, и тем, что безразлично. И вот Фрейд в этой самой форме первоначального психического аппарата отстаивает различие не просто между тем, к чему мы привыкли, скажем, открывание собственного замка, и между тем, к чему мы не привыкли открывание замка изнутой чужой квартиры, что всегда приводит к лулзам и конфузам. Но как раз-таки напротив Фрейд якобы говорит о вещах принципиальных, и многое указывает на то, что действительно из наброска вырастает его теория сновидений, при том, что сновидение никто не заподозрит, ну, разве что в самой примитивной форме. На самой примитивной стадии мы уже от нее ушли в некоторые адаптогенные функции. Для нас ясно, что сновидение совершенно избыточно. Это тоже некоторое дополнение по отношению к функции отдыха. Это то, что выражает и несет в себе наше желание. То, что до Фрейда ни одна мысль ни философская, ни психологическая никогда не признавала. Но именно Фрейд поставил это на первый план, показав, что это действительно то, что скорее лежит в основании, чем все прочее. Что все адаптогенные теории субъекта и приспособления его к окружающему миру это напротив что-то, что по отношению к феномену желания вторично. Все эти адаптогенные теории, как в тот раз говорилось, призваны этой самой болезненной первичности бессознательного желания не признавать. То есть это они в исполнении, а вовсе не желание как таковое. Так вот, Фрейд в наброске представляет нам картину, в которой пути пролагает не просто какая-то полезная привычка, а именно удовольствие. То есть, скажем, если мы возьмем ситуацию потребления пищи, то пролаганием вот этого самого пути, прожиганием его в дорожках ворсинок будет не привычка подносить ложку к рту и не промахиваться, а скорее некоторое ожидание удовольствия от еды, ожидание того, что еда реализует какие-то тайные желания. Именно с этим связана культура употребления пищи. Она явно ничему не обязана насыщением, даже в самой примитивной форме, когда мы не знаем ничего лучше пиццы из Акеи, мы, тем не менее, тоже ждем от этой пиццы чего-то совершенно необычного, какого-то чуда. Здесь оживают то, что Фрейд называл первичными позывами. То есть нам кажется, что вот в этой еде заключено какое-то первичное, до тех пор не дающееся нам, но вот теперь открывшись на наслаждение. Едят именно с наслаждением, а не с целью насыщения. Вот именно это Фрейд называет позывами удовольствия. Это относится именно к бессознательному, к неким первичным историям субъекта, где он удовольствию оказался причастен, скажем, вообще не с матерью, например. И вот здесь и происходит то, что Дорида, немало против теории Фрейда не погрешая, называет письменным следом. Вот эти самые пролагания первичных удовольствий, пролагания получения неких, так сказать, неполагающихся, сверхпайка удовольствий, которые нам доставляют самые обычные действия. Так что даже от простейшей привычки можно получить некоторое удовольствие. Заметьте, что когда вы что-то делаете не просто по привычке, а делаете это ловко, у вас возникает некоторый избыток, прибавка, которая не заложена в ловком действии как таковом. Если вы делаете ловко, это повод для того, чтобы вам дать зарплату, но явно не повод для того, чтобы вы собой гордились. Тем не менее, все происходит обратным образом, каким-то с непостижимым, в силу какой-то непостижимой закономерности, даже простейшее удовлетворение привычных потребностей приносит нам именно сильное скрытое удовольствие, которое потом Лакан назовет прибавочным наслаждением, показывая, что все кончается, конечно, разрядкой, то есть возвращением к принципу наименьшего напряжения, но тем не менее, некоторая страсть о себе здесь всегда заявляет, даже если мы очень примитивны и в страстях не искушены, это значит, что у нас будут какие-то мелкие страстишки, где мы тоже свое влечение удовлетворим и разрядим его, иначе не бывает, поскольку, согласно положению Фрейда, все влечения удовлетворяются полностью, это является краеугольным камнем теории бессознательного, это отличает Фрейда от того, что иногда ему приписывают, от некоторого сведения субъекта к сексуальному первичному истоку, поскольку Фрейд как раз таки доказывает, что даже если сексуальная сцена не имеет места, если субъект годами себе в ней отказывает, или, скажем, занимается сексом, но не с полным наслаждением, поскольку и существуют мешающие ему запреты, то все равно субъект удовлетворяет все свое влечение полностью, ему не отказано в этих самых путях, он все равно получит свою разрядку. Так вот, Дорида показывает, что все эти пути функционируют как письмо, что ток удовольствия, вот эта самая либидо, которая пробегает по этим проторенным путям, по сути оставляет причудливые шрифты, это история, по которой субъекта можно прочесть, именно этим Фрейд и занимается, ему необходимо узнать, какие вещи удовольствия, но он сознательно в них себе отказывает, то есть это то, что располагается, строго говоря, на уровне бессознательного, и вот по этим самым путям паутинам и нужно Фрейду субъекта реконструировать именно характер этих путей, те особенные поводы, объекты, по причине которых и в честь которых эти пути все время пробегаются раз за разом, и в итоге это укладывается в прочную картину невроза, поскольку субъект оказывается не способен наслаждаться другим способом, он задействует только эти пути, только этот текст, бесконечно его читая, пытаясь там достичь наслаждения, которое якобы ему заповедано, но, разумеется, не достигая, потому что в этом тексте наслаждения нет, этот текст представляет собой скорее борьбу с наслаждением, поскольку только в этой форме субъект себе позволяет что-то получить, она явно давно уже закостенела и представляет собой продукт сопротивления, и вот в этой самой диалектической, то есть двойственной, двусмысленной форме, в которой всякое письмо есть то, что раскрывает свой смысл, но одновременно и скрывает вот эти самые пути удовольствия у субъекта, у каждого свои, ибо у каждого своя история отношений с первичным, скажем, материнским объектом или наслаждением, которое могла даровать мать, но не дала. Вот эта самая история, по сути, является борьбой с наслаждением, не признанием того, что, возможно, какая-то другая история, в этом смысле всякое письмо, это, по сути, то, что Дорида называет следом уже в своей теории. Для Дорида след – это не просто проложенный путь, но для Дорида это признак того, что здесь как будто бы прошло что-то еще. При том, что это самое что-то еще Дорида тут же подвергает деконструктивистскому обращению, показывает, что, разумеется, его не было. Его не было, но след есть. И вот это тоже налагает на нас путы ответственности, потому что даже если первичного полного наслаждения, скажем, слияния с материнским телом, разумеется, не было, многие данные, включая эмбирологические, как бы здесь догоняют психоанализ, подтверждая, что субъект изначально разделен, что, скажем, нигде его кровь не смешивается с кровью матери, что первичные эмбирологические пластинки, из которых субъект постепенно составляется, превращаясь в целостное маленькое существо, тоже ничем матери не обязаны, что само плодное яйцо изначально в своей тканевой основе устроено иначе, чем материнская матка. И вот здесь и проводит Дорида свой ход деконструкции, который, я надеюсь, уже вами в некоторой форме освоен, он показывает, что действительно не было того первичного, полного, завещанного субъекта наслаждения, его не существует ни в какой форме, но о нем свидетельствуют пути. При том, что эти пути пролагает не само это наслаждение, его не существовало, но эти пути пролагаются так, как будто бы оно было, как будто бы субъект в поисках. Причем эти поиски никогда не ведутся по прямой линии, они разнообразны, они разветвляются, и уже Фрейд представляет нам в наброске довольно сложную картину. Одни пути поддерживают наслаждение, другие его разряжают, они канализируют, его ликвидируют, Либидо перебегает в разные туннели, именно потому структура бессознательного на этой стадии Фрейда осмысливается как с одной стороны энергетическая, экономическая, потому что это обмен. Где-то энергия прибыла, где-то убыла, вот субъект получает позыв наслаждения, энергия собралась в одном месте, вот субъект разряжается, она канализировалась, распределилась, напряжение упало в виде давления на стенки вот этих самых якобы канальцев. Все это, разумеется, всегда относиться к этому с подозрением, очень осторожно, но это делается метафорой основательной, вменяемой, теоретической, когда Фрейд показывает, что по сути перед нами не система трубоотводов и канальцев, то есть это не водопроводная система, какой Фрейд ее невольно нам представляет вот на этой ранней стадии своего учения, а перед нами именно система письма и шрифтов. Вот тогда эта метафора приобретает смысл, она больше не носит искусственные отсылки к физике, к природе и ко всем этим тоже сомнительным вещам, которые на самом деле не обязаны быть похожи на структуру бессознательного, с какой стати, собственно. Почему макрокосмос и микрокосмос должны совпадать? Это, разумеется, наше желание, чтобы они совпадали, но это далеко не действительность. Так вот, показывая, что вся история субъекта, по сути, есть письмо, совершенное в отношении какого-то утраченного, завещанного объекта, который психоанализ называет наслаждением, то есть полным наслаждением, слиянием, после которого уже не будет желаний, при том, что, очевидно, как мы в тот раз говорили, нигде это слияние не имело места, оно выступает в форме этого пронесшегося кометы и утраченного объекта. Субъект же, по сути, в этом смысле, и здесь Дорида подходит к мысли Лакана, но с другой стороны, по сути, это мысль Фрейда, они по-разному ее обыгрывают, субъект оказывается смещен, он децентрирован. То, что для субъекта имело значение, его образующий принцип, самое важное, из-за чего бы он не состоялся, то, что ему было якобы обещано когда-то на самой мифологической ранней стадии его бытия, вот это уже ушло, а субъект, по сути, складывается поодаль. Он ни в коем случае не причина себя самого, он следствие того, что вот это самое пронесшееся, несуществующее проложило в нем путь. Теперь по этому пути субъект будет вечно обречен искать, вечно повторять те действия, которые когда-то принесли ему тень наслаждения, вечно производить одни и те же разрядки, включая самые примитивные любовные формы, например. Но все это изначально устроено сложно, все это изначально требует к себе теоретического внимания, все это изначально напряженная детективная история, поскольку субъект нигде в центр не заступает. Там, где субъекту кажется, что он у себя, что он якобы управляет, что якобы у него есть какая-то история, что он сложился как эмбрион, что он развивался, как в этих самых худших вариантах теории эволюции и развития, проходил через все более сложные формы, при том, что здесь всегда остается как бы пронизывающий все бытие субъекта стержень. Он складывается возле этих сложных форм, он растет, развивается, он прибавляет в весе, как это сказано в материнской книжке и так далее. Но при всем этом он остается в центре. Он в какой-то каком-то смысле остается причиной себя самого. Это не мешает метафоре отцовского происхождения. Здесь они тоже друг друга двуушно поддерживают. С одной стороны субъект явно вторичен по отношению к отцу, но заметьте, что он вторичен как бы вертикально. С этим связана вся история наследования. У наследования «Да, сын меньше отца, он, конечно же, глупее, он не имеет права, но приходит такой день, когда отец умирает и сын как бы по вертикальной линии, на чем завязана метафора генеалогического древа, заступает на место отца и становится отцом сам». Так вот, чтобы эту систему перервать, чтобы подвергнуть деконструкции, Дорида в следе за лаканом основательно показывает, что уже теория Фрейда не позволяет нам эту самую прямую линию наследования провести, что субъект это не некоторое стержневое образование, происходящее от отца и продолжающее его, как на месте срубленного старого дерева возникает новая вертикальная молодая поросль, а напротив субъект расположен как бы поодаль. Вот этот самый первичный объект, который ему был завещан, это первичное наслаждение, будь оно отцовским или материнским, совершенно не важно. В любом случае субъект находится в стороне, потому что оно уже ушло, а субъект складывается по его поводу. И вот тут и возникает субъект как текст, не просто субъект, а какая-то бесконечная история отсылок, сносок и так далее, как иногда живописует то, что сделал Дорида, сам он этого почти никогда не делает. Это очень редко в его писаниях метафора, метафора Резома, и она для него не характерна, чтобы о Дорида не думали. Наоборот, строгость Дорида заключается в том, что хотя он отказывается от первичного принципа наследования, наследования, скажем, достояния отца, наследование истины, заметьте, как происходит во всей западной метафизике, истину предлагает учитель, ему наследует ученик, вставая на его место, на то же самое место, то есть вертикальная преемственность не прерывается. Напротив, Дорида показывает то, что субъект расположен тоже довольно строго, на это есть причины, но он расположен в стороне. Это такая вещь, в которой нужно отдавать себе отчет, это все очень непроизвольно, в том смысле, что это не случайно, у этого тоже есть свои определенные причины, основания и так далее, но они таковы, что мы не можем о них рассуждать, не подвергнув основательной деконструкции сами понятия причины и основания, потому что в том виде, в котором основания выступают в западной метафизике, как некое, по выражению Хайдеггера, подпокоящееся, на чем стоит все прочее, на все здание бытия, у которого, разумеется, должны быть основания, иначе непонятно, откуда сущее пошло быть. Так вот, нужно отдавать себе отчет в том, что неким образом все здание субъектного бытия, со всей его культурой, языком, пристрастиями, предпочтениями, политическими играми, по отношению к этому основанию смещено, а основание в том смысле недоступно. То есть, мы можем уже не допускать существования основания, возможно, его никогда не было, оно утрачено, как никогда не было первичного слияния с матерью или, скажем, божественного происхождения. Но, так или иначе, оно продолжает оставаться в том смысле, в котором мы себя от него должны отличать. Мы в стороне, и это значит, что в каком-то смысле оно есть, иначе было бы непонятно, от чего в стороне мы находимся. Нельзя же быть в стороне от того, чего нет. Это же явная глупость. Но при этом, понимая, что мы в стороне, признавая ценность всей этой метафоры, включая ту же самую политическую ценность, в которой мы уже больше не уверены в том, что нами могут управлять, к примеру, что кто-то знает последние истины, что он наш отец, что мы от него происходим, и мы ему обязаны. Несмотря на всю дидактическую ценность вот этой самой метафоры сторонности, нужно отдавать себе отчет, что основание все равно ни в какой форме не дано. Как уже было сказано, это не означает произвольность, мы никуда не кувыркаемся, это основание все еще нас держит, именно оно оказывается потусторонним не в смысле трансцендентной, божественной потусторонности, которая как раз и была вертикальной, поскольку мы от нее произошли, а в смысле потусторонности, в которой вся система как бы надломлена, смещена. Вот это понятие смещения постоянно Дорида прорабатывается. Да, какая-то зависимость есть, но она смещенная, больше никакого прямого наследования нет. Именно поэтому Дорида специально занимается вопросом наследования и наследства и пишет целую книгу о Марксе, в которой подвергает осмеянию всех существующих марксистов, указывая на то, что они являлись наследниками именно секулярного марксистского учения, в котором тоже подвергнут вопросу смысл частной собственности, например, смысл наследования, значит, ибо наследование невозможно без частной собственности. Там, где нету владеющего, там нету и наследников. Так вот, Дорида показывает, что несмотря на причастность мысли Маркса, которая все эти вещи поставила под сомнение, все марксисты ведут себя так, как будто бы они сыновья и братья одного и того же отца по имени Карл Маркс. Причем они ведут себя по отношению к этому теоретическому наследству, ко всем этим книгам Маркса очень агрессивно. Они его делят. Они, скажем, уверены, что кто-то понимает Маркса неправильно. И только они обладают правом на последнюю истину. Они постоянно соревнуются в понимании этого марксистского наследия. То есть они обращаются с ним так, как обращаются сыновья с наследством умершего или даже убитого ими отца. Это всегда тоже нужно к психоанализу и связанному с наследственным чувством вины. Именно поэтому с этим наследством пытаясь обращаться хорошо, обращаются дурно. И в данном случае заметьте, что это приобретает форму некоторого логического парадокса в лучшем смысле слова и концепта различания. Они обращаются с наследием Маркса хорошо именно потому, что обращаются с ним дурно и наоборот. Они думают, что обращаются с ним хорошо и поэтому мыслят себя хорошими сыновьями. Так они понимают хорошее обращение. Они его не могут иначе понимать, поскольку они остаются приверженцами мифа о наследовании и о первичном отце, сказавшем истину. Но именно потому, что они пытаются с ним обращаться хорошо, именно в этом виде они с ним обращаются плохо и дурно, потому что Маркс и был тем, кто эту метафору наследования поставил под сомнение. То есть хорошо наследовать Марксу, выводит парадокс Дорида, и, в общем, это довольно основательно, означает как раз-таки наследовать ему плохо, не мыслить себя его наследником. Потому что если мы себя видим наследниками этой теории, начинается все та же самая старая домарксистская история. И поэтому Дорида в двум посвященном Марксу работам выдвигает концепцию наследования без наследования. И вот эта последняя фигура доридианской деконструкции, она сохранится в его писаниях до самой смерти. Это фигура, в которой, как вы видите, различания проходят буквально по слову, что, скажем, означает сегодня быть хорошим наследником в отношении Фрейда, Хайдегера, Лакана, Маркса. Это означает не пытаться им наследовать, не разыгрывать комедию хороших сыновей, которые стоят на страже у этого наследства, не пуская к него никому, и не позволяя его перечитать так, чтобы оно снова заработало, сохраняя его в мертвой, в некотором роде, некрофилической форме. И ту же самую фигуру Дорида проводят с целой массой понятий. Это то, что относится к политическому корпусу позднего Дорида, где различания приобретают внятные черты, где деконструкция находит свой отчетливый метод. Дорида, скажем, проводит деконструкцию понятия справедливости. И показывает, что со справедливостью, скажем, произошло то же самое, что с этим самым наследством Маркса. Очевидно, что под ликом апелляции к справедливости, скажем, правосудие в его репрессивно-гражданской форме наблюдается и находит себе почву и приют. Это происходит постоянно, систематически. То, что иначе как несправедливостью не назовешь. То есть, по сути, вы все это знали, это Дорида, это неким образом наш житейский критический опыт. Там, где говорят о вещах благих и приятных, постоянно происходит черти знает что. Там, где, скажем, занимаются педагогикой субъекты, начинается что-то совершенно непедагогичное. И Дорида показывает, что вот это наше подозрение, опять же, не является стихийным, а мы получаем его в качестве наследников западной метафизики. С позднейшей критикой метафизики и преодолением метафизики мы начинаем понимать, что некоторые вещи не просто неочевидны, что, например, клерикал может и обмануть. Скажем, во времена просвещенцев, и вот в этом их подозрение было еще слабым, не оперившимся, они такие вещи рассматривали как скандал. То есть, часто можно встретить в писаниях Дедро или Вольтера или кого-то еще из знакомыслящих, что, мол, сама клерикальная культура подрывает себя существованием священников, которые обжираются, насилуют одиноких женщин и так далее. Но это, так сказать, фигура бытового сомнения, это не деконструкция. Деконструкция это станет тогда, когда найдется философ, заявляющий, что именно потому, что клерикалы стоят на позициях блага, по сути, они творят несправедливость, потому что сама концепция благов западной метафизики, как и прочие концепции начала, первоначала материнского и так далее, уже подвергнута различанию. Они сами от себя отстоят, они сами с собой не совпадают, в этом смысле они сами воспроизводят свои упразднения. И поэтому Дорида показывает, что сегодня быть несправедливым, то есть сегодня быть справедливым, это, по сути, не следовать обычной концепции справедливости в ее сложившейся западной форме, в форме власти, все власти, например, и всего того, чем она чревата, и мы уже знаем, чем. И вот здесь Дорида доходит до последней точки, и этой фигурой я закончу. Она, в некотором образом, удачно венчает все то, что Дорида сделано. Она показывает, что с Дорида нельзя обращаться как со сторонником веселой аризоматической игры. Здесь Дорида как раз вот в этой фигуре, которую сейчас я проговорю, подсказывает, что, напротив, после работы деконструкции некоторые вещи оказываются еще более важными, чем они были до нее. Что как раз-таки метафизика подлинности и истины постоянно эти вещи пробалтывая, делала их неважными. Она неким образом их замыливала, и это было ей на руку по вышесказанным причинам, первая из которых состоит в том, что метафизика сама себе не равна, и ей нужно было это скрыть, что это противоречивая история с самого начала. Так вот, Дорида проводит работу с самым дорогим ему понятием, с очень важным понятием, которое он наследует из мысли Вальтера Беньямина. Это понятие так называемой мессианской слабой силы. И Вальтер Беньямин тоже был еще тем деконструктором, и если вы возьмете, скажем, его тезисы по истории, может быть, другие работы, на самом деле переведен он очень плохо и слабо, это большой недостаток нашей отечественной академической традиции. Но, в общем-то, даже из самого малого ряда его работ уже видно, что он прекрасно понимал введенное Дорида различие и проводил это различие, опираясь на понятие силы. Очевидно, что, наверное, нет нужды сейчас уже специально эту тему поднимать. Вся западная метафизика стоит на позициях власти и силы. Именно здесь действует отцовская метафора. И уже Ницше показал, что, в общем-то, властью и силой метафизика держится. И он даже с чего-то единственным путем именно так возникает через голову человека, сверхчеловек, который эту власть и силу, он, конец, присваивает, вырывая ее, скажем, у Бога или у мертвого отца. В этом смысле Ницше завершает короткое замыкание, которое и является, и не является психоаналитичным, потому что, с одной стороны, целью психоанализа тоже является в некоторой форме присвоение желания, которое нельзя было присвоить до того, но при этом нигде психоаналитик не уверяет, что после этого наступит некое невероятное могущество или счастье. Поступая анализ так, он был бы как раз-таки нитшанским заблуждением. И вот Ницше, опять же, выступая фигурой очень деконструктивистской, то есть выступая, опять же, сам против себя, в некотором роде, с одной стороны, разоблачает западную метафизику, показывая, в каком смысле она ничто без власти и силы. Без этого внешнего аргумента. Бог силен, поэтому он Бог. А он силен не потому, что он Бог, а, напротив, он Бог, потому что силен. И нитша впервые показывает, как это важно. И, в общем, закономерным требованием, которое Ницше предъявляет, является требование вырывания у Бога этой силы, скажем, того, что нам остается в форме бессилия. Поэтому Ницше критикует христианство, показывая, что, по сути, она оставляет всю силу вот этому злому, непонятному существу, а нам, в общем-то, предоставляет только смирение и христианские добродетели, из которых, опять же, на той же государственной Ниве происходит чё знает что, из которых произрастают самые злобные цветы. Но здесь нитша, опять же, не доводит фигуру деконструкции до конца, потому что ему не удается понять, что, по сути, фигура четверг человека ничего не решает. Напротив, она подкрепляет этот миф власти и силы. Уже тем, что Ницше на нее рассчитывает. То есть, нитша получается кем-то таким, кто, как никто, верит в эту власть и силу, вплоть до того, что он желает у Бога ее вырвать. Это значит, что он сам ее ратифицирует. Он дает ей некоторую мощь. Он верит в его существование. Так вот, Беньямин эту историю прекрасно понимал и, являясь наследником той же традиции, но уже разочарованной о слабшей ее форме, предлагает то, что он называет концепцией слабой силы. То есть, говорит он нам, нам нужно сегодня такое понимание истории и историчности, которое бы больше не апеллировало к сильным фигурам, к Творцу или Царю, которое больше бы учило нас не о каких-то исторических закономерностях, скажем, прогресса или благо, которым стремится человечество, но нам нужно понимание истории, которое показывало бы наличие в ней отсутствующего элемента, чего-то такого, что историю движет, но при этом в ней самой не выступает. При этом Беньямин вовсе не возвращает на сцену фигуру Бога или какой-то трансцензенции. Он уже не принадлежит той традиции, где такие штучки проходят безнаказанно. И он сразу объясняет, что его интересует такая сила, которая не выходит за пределы истории. Это не божественная, скажем, сила, не хитрость разума у Гегеля, которая всем управляет, дергая за ниточки наших действий и тем самым решая свои исторические великые задачи. Так что мы это не подозреваем. Вот эта самая гегельская гипотеза все еще, скажем, управляет нашим представлением о революции. Мол, каждый субъект не знает, почему он вышел протестовать, но за этим стоит какая-то историческая закономерность. И она себя непременно реализует. Ни раньше, ни позже. Даже если мы ничего об этом не знаем. Так вот, Беньямин с этой историей порывает и в тезисах по истории показывает, что нам нужна такая закономерность, которая в самой истории не сказывается, которая никогда не разражается, скажем, благими результатами, например. Но, тем не менее, именно по поводу этой закономерности, по поводу того, что она утращена, история выстраивается и действует. Я думаю, что вы уже готовы к тому, чтобы здесь в ясной форме увидеть ту же самую метафору фредийской скорби или ту же самую метафору утраченного даридянского основания. Это основание, которое не стоит под чем-то, оно не нижает, не управляет, оно не является причиной в метафизическом смысле этого слова, но оно неким образом выступает в форме того, что Беньямин назвал слабовзывающим. Вот именно по причине этого слабого зова, не сильного зова, скажем, революционного, или какого-то подобного, или зова прогресса, или науки, или полета в космос, но именно в силу этого слабого зова, чего-то такого, что не только утрачено, но и никогда не было ни в какой форме, возникает история. Она есть ответ на этот зов. И он называет его слабой силой, потому что его не слышно, потому что он не похож на всю ту историю силы и власти, на которой построена западная метафизика, будь это сила порождающего основания или производящего Бога и так далее. Это совершенно слабый, ничтожный элемент, но без него ничего бы не было. Беньямин не проясняет, что это за элемент, да и прояснить это невозможно. Ясно, что в данном случае он фигурирует чисто логически, его нужно допустить, чтобы объяснить другие вещи. Это некий х, он всегда хом и останется. Не случайно через 50 лет Лакан предлагает концепцию маленького а, которая тоже в ситуации не представлена, но возле него ситуация крутится. И именно к этому маленькому а желание адресовано. Этим самым желание отличается от всех прочих намерений. Все они адресованы к объектам, а вот это желание к этому утраченному, но управляющему ситуацией, несуществующему логическому объекту, то есть который не предстает в материальной, объективной форме. Так вот, Беньямин приводит понятие слабой силы, и Дорида его подхватывает, показывая, что нам сегодня нужны не новые мессианские гипотезы, а очевидно, что большая часть как официальных, так и протестных структур мысли строится именно на мессианской гипотезе, при том, что цели у них, конечно, разные. Но так или иначе они верят в то, что история свою возьмет, что нечто в виде зова к нам придет и полностью переустроит нашу жизнь, при том, что, хотя все это явно завязано на концепции перемены, как какой-то новизны, как чего-то неслыханного, нового, невиданного, вся эта концепция перемены остается тоже сугубо метафизической, то есть эта концепция инакова в его старой западной форме. Это какая-то противоположность. Это заметно, когда нам, скажем, обещают реформы, когда все будет по-другому. Не как-то так, как мы до этого не знали, а именно в противоположной форме. Если, скажем, было мало доступа к свободному образованию, значит, его сделается много. То есть, по сути, нам предлагают все то же старое различие. Различание здесь не работает. Так вот, Дорида пытается вот это самое понятие нового и перемены деконструировать, показывая, что оно само как бы меньше себя же самого. И здесь наблюдается та же самая игра различания, которую нужно провести. Понятие перемены выступает против самого себя. То, что в перемене кажется нам новационным, запускающим, дающим пинок под зад всей эволюции, по сути, всегда является тем же самым, но в превращенной форме. Скажем, в форме противоположности. То есть, как будто бы поменялось все, но не поменялось ничего. Потому что, разумеется, в противопоставлении противоположного нет ничего нового. Если что-то дано, у него есть противоположность. Можно было с самого начала догадаться. Это, говорят житейски, неинтересно. И Дорида настаивает на таком мессианском зове, который предлагал бы что-то такое, чего мы не знаем, к чему мы совершенно не готовы. То, что не предстает ни в форме противоположности, ни в форме улучшения существующей ситуации, потому что под этим улучшением скрывается то же самое, что и под Доридианской справедливостью. Это всегда не улучшение. Именно поэтому ничего не улучшается, какие бы реформы ни проводили. Потому что в понятии улучшения есть какая-то щель, трещина. Оно тоже логически внутри себя различено, но этого не замечают. Поэтому оно не срабатывает. Оно все время играет против себя самого, в том числе на широкой практической и политической сцене. Так вот, Дорида предлагает концепцию мессианства, мессианизма без мессианства, то есть такого мессианства, которое бы соответствовало понятию слабой силы Беньямина. Это не зов, который к нам адресуется от истории или от божественности, или от власти, зов громкий, который можно разлышать. А это некоторое обязательство, которое дано в форме, у которой нет заранее данного сценария хорошего исполнения. Вот здесь снова возникает мотив порывания с наследством. Все знают, что наследство можно воспользоваться только в одной форме, в хорошей. Нужно знать в какой. Как правило, это вложение в то дело, которое начал отец. Так все наследства, в общем-то, и мыслят. Кроме плохих детей, мотов, фатов, которые наследство проматывают, и Дорида эту метафору специально в фармацеи разрабатывает. Есть такие плохие дети. Но, по сути, они всего лишь отражения хороших. Так вот, напротив, прорываясь в концепции наследования, нам нужно такое мессианское сообщение, которое не приходило бы, скажем, с времен предсказаний Нострадамуса, когда мы ищем в происходящем приметы сбывания того, что уже было сказано. Это, разумеется, совершенно неинтересно. Тут нет никакой новизны. Даже удивительно, что это кого-то может так возбуждать, но, тем не менее, это факт. Но нам, напротив, необходимо такое предсказание, которого еще не было. Дорида вводит эту противоречивую фигуру. Ясно, что любые предсказания уже были. И в этом плане они сбылись. Если нечто предсказано в будущем, значит, оно в такой форме и сбудется. Вопрос только, когда эту интригу поддерживает. Скажем, в 2012 году или в 2015. Но, в общем-то, если есть предсказания, есть проект. Как, скажем, есть проект метрополитена. И в этом, в некотором смысле, интрига лишается большей части своей загадочности. Так вот, Дорида поэтому приводит в полном согласии с диалектикой развлечения фигуру, которую он называет предсказанием, которого никогда не было. То есть, это что-то такое, что сбудется, но сбудется в совершенно неизвестной форме. Потому что мы это предсказание не можем прочесть. Оно недоступно. Его не существует. Не то, чтобы оно хранилось в каких-то тайниках, скажем, в эзотерической библиотеке какого-нибудь схоласта. В таком смысле оно тоже было бы уже записано. Это было бы неинтересно. А этого предсказания просто нет в принципе. Его нет как того утраченного слабого зова. Но, тем не менее, оно работает. И некоторые вещи, скажем, сама же деконструкция в лице Дорида сбываются потому, при том, что они ни к чему не нужны. Метафизика прекрасно обходилась без деконструкции. Но они сбываются потому, что есть вот этот самый слабый зов, что есть вот это мессианство без мессионизма, которое заставляет свидетельствовать о вещах избыточных. Скажем, ничего существующая власть бы не потеряла, если бы не было критиканов-философов. Она бы только процветала, ясное дело. Но вопрос в том, что это противоречие бы не решало. Но разрешение противоречия возникает не потому, что есть противоречия, взывающие к разрешению. На этом тоже Дорида вслед за Лаканом настаивает. Разрешение противоречия, попытка отыскать противоречие, его показать, это не следствие того, что есть противоречие. Для этой деятельности нет ни малейших оснований. Жили же мы несколько тысяч лет без всякой критической теории, без Фрейда, Лакана или черт побери. Некоторые даже находят в этом определенное удовольствие, хотят туда вернуться. Но, тем не менее, возникает то, что Дорида называет ответственностью субъекта, необходимостью проделывать работу деконструкции, идеи, делогизации, различания, социальной критики, потому что есть вот этот самый зов. Есть вот этот самый мессианизм без мессианства. И, в общем-то, только наша работа, говорит Дорида, является свидетельством и гарантией того, что этот зов существует. В какой-то степени он с нас ответственности не снимает. Его же можно не слышать. Как можно не слышать, скажем, хайдерский зов бытия. Его благополучно не слышат. Или, слыша его, поступают так, чтобы его не слышал никто другой. То есть, все фигуры метафизики, согласно, скажем, Хайдеггеру, нацелены на то, чтобы не слышать бытие, а слышать только сущее. И метафизике это удается. Вполне успешно, начиная с Орестутеля. То есть, в этом голосе бытия, как, скажем, в доридианской, не сионичность и без мессианства, нету обязательности. Она, так сказать, не факт, что сработает. Это всегда остается под вопросом. Это зависит в том числе от тех, кто работу деконструкции или изучение психоанализа продолжает. Иногда здесь происходит отступление. С этой работой легко соскользнуть. То есть, скажем, очень легко соскользнуть на чуть ли не дофрейдовское представление о бессознательном или на доридианское представление об истоке. Но, тем не менее, тот факт, что эта работа все-таки кем-то поддерживается, указывает на то, что фигура деконструкции работает, что есть такой мессианизм без мессианства. При том, что это всегда штука очень хрупкая. Ну, вот, думаю, на этой ноте я закончу. Сейчас уже позднее, видимо. Вопросы можно задать? Александр, а вот еще по последней части. Есть ли тогда смысл вообще в предсказании в таком направлении вообще социальной деятельности, как предсказание именно будущего? Прогноз, да, это не. И причем, вот, я имею в виду, ну, вот, как бы, по Перестегину именно те прогнозы, которые не очевидны, то есть, которые не следуют из текущего развития ситуации. Видите ли, в прогнозах есть смысл уже потому, что прогноз – это наша реальная ситуация. Мы не можем не прогнозировать. С этим нужно считаться. То есть, мы не будем, опять же, поступать до доридианским образом и считать любые прогнозы каким-то восполнением, которое только мешает нам произвести подлинную деконструкцию. Это явно было бы, это противоречило бы нашей теории. Прогноз действует, потому что субъект не может от него отказаться. Прогноз всегда будет осуществляться. Это некоторое дело субъекта. В какой-то форме это даже его работа по деконструкции пустится до теоретической, до логичной, но тем не менее. Но прогнозы интересны именно тем, и дорида специально занимается прогнозами, предсказаниями, что он, по сути, берет на себя определенный риск того даже плана, что прогноз рискует не сбыться, в конце концов, кого еще когда за это увольняли или ругали. Если бы это было так, то никакого бы института социального прогнозирования бы не было, если бы с ними обходились, как они этого заслуживают. Но в любом случае, прогноз – это, выражаясь в терминах дорида, попытка взять залог под неизвестное будущее. И вот в этом смысле прогноз, каким бы он ни был неаккуратным, наивным или, напротив, слишком очевидным, всегда сохраняет в себе черты вот этой самой деконструктивистской авантюры. Субъект имеет смелость, непонятно на каком основании, это же не очевидно, брать это будущее под залог. И, более того, брать всегда неудачно, потому что сколько угодно опытов, подсказывающих субъекту, что прогноз все равно не сбудется. Как правило, действительность его не отражает в той форме, в которой он был сформулирован. Но, тем не менее, субъект вот эти игры с взятием под залог продолжает. И дорида нигде не говорит о том, что нужно отказаться от любых обещаний, от любых залогов. Нужно лишь отдавать себе отчет в том, в какой степени это всегда залог под некоторое неизвестное, под то, что никогда уплате не подлежит. Поэтому дорида вот в этих, может быть, попадающихся вам четырех черных книжечках, шибалет, золы, угарши, прах и так далее, специально занимается вопросом взятия под залог и невозможности что-то отдать. Здесь возникает целая история возникновения государства из первичной подписи. И дорида занимается вопросом американской декларации, которая провозгласила, учредила свободное государство Америка, показывая, что по сути все это зависело от подписи какого-то лица, подпись которого была ничем не удостоверена. То есть это возникло, выражаясь в терминах филологии и лингвистики, перформативно, как бы вперед. Это было назначающее действие. Здесь составили декларацию о том, что возникает государство, скрепили ее подписями якобы уважаемых членов. То есть все произошло в совершенно мифологической форме. Эти члены были также уважаемы, как, скажем, уважаемые бывают в первобытном обществе вожди и башки. Но, тем не менее, они взяли на себя такой риск, они учредили, они поставили подпись, при том, что их подпись никем не заверена. Они сами заверяют любую подпись, любого чиновника, любого функционера на местах, но их подпись берется из ниоткуда. Ее даже нельзя сверить на предмет правильности, учитывая то, что никогда таких бумаг они ранее не подписывали. И вот здесь возникает та система, которую Дорида предлагает не то, чтобы упразднить, а проследить ее до самых истоков. То есть, как бы мы не вовлекались в игры подписи, слечения, удостоверения, это все, опять же, отсылает к даридзянской критике подлинности, потому что подлинность и нужна для того, чтобы слечить и удостоверить. Когда, скажем, в отделе кадров вашу подпись проверяют по огромному грозбуху, и это якобы что-то решает, то здесь и возникает эта самая недеконструктивированная игра вот этих самых подписей, которые якобы удостоверяют. Они, может быть, и удостоверяют, но нужно помнить, что есть та самая первая подпись, которая, разумеется, ничем не удостоверена, но удостоверяет почему-то все прочее. Это большая проблема. Дарьда умер, не закончив исследования о перформативе, и на самом деле очень интересно было бы посмотреть, каким образом он с ней обошелся бы в дальнейшем. Так вот, я клоню к тому, что любая система предсказания имеет право, имеет место, но стоит она всегда на этом первичном бесправии. И если мы об этом будем пометовать, если мы каждый раз будем учитывать совершенную работу деконструкции и не принимать предсказания за чистую монету, не потому, что оно, скорее всего, не сбудется. Это, в общем-то, и так понятно. Это уровень доступной нам ситуации. Тут не нужна деконструкция. Нужен лишь житейский опыт. Но если мы будем помнить, из какого риска берется первичное предсказание, скажем, кто удостоверяет само право делать предсказания? Разумеется, никто. И вот тогда, возможно, предсказания обретут какой-то смысл. Может быть, даже при осознавании этого затруднения они изменятся, они станут какими-то другими. не факт, что более аккуратными, но, возможно, более отдающими себе отчет в своей двусмысленности, поэтому все-таки что-то предсказывающее. А если попробовать в минимальном количестве слов определить, собственно, деконструкцию 20 лета и 20 часа к интесенсу? Да, я понимаю. Значит, я бы определил деконструкцию следующим образом. Это демонстрация того, что тот самый набор инструментов, на которые возлагали надежды, по сути, является чем-то таким, к чему самому нужно прилагать инструмент. То есть, скажем, инструмент в виде понятия основания или понятия истока, причины, начала всего того, на чем стоит западная мысль, в том числе наше бытовое рассуждение в его ближайшей к нам форме. Все эти вещи, которые выступали основательным инструментом, набором, арсеналом, с помощью которых что-то двигалось, превращалось, скажем, причина в следствии, например, отец в сына, истина в какие-то правильные поступки. Вот сами эти вещи уже являются проблематичными составляющими ситуациями и не имеют никакого основания выступать в виде привилегированных инструментов. Иначе говоря, они не вскрывают происходящее, а они сами являются полем, на котором нужно действовать. И вот именно так Дорида определяет деконструкцию. То есть, это такие инструменты, которые сами должны быть разобраны и просмотрены в качестве происходящего. Они не прилагаются, как пытаются нам показать. Они часть ситуации. Ну, получается, что в целом ряде случаев Дорида действительно достигает успеха, при этом признавая себя, разумеется, частью той же истории, он не может поставить себя вне ее. Но если учитывать то, что за последние, наверное, лет 70 гипотеза имманентности, то есть присутствие здесь победила гипотезу трансцендентности, то есть гипотезу происхождения из вот того чужого, то надо сказать, что Дорида довольно последователен. Он нигде не производит парадоксов, которые бы сам не отслеживал. Если ему нужен парадокс, то он необходим не потому, что здесь Дорида желает в этой форме покрасоваться, а потому что парадоксально уже сама традиция, сам механизм, с которым он работает. Разумеется, с парадоксом можно работать только в парадоксальной форме. Здесь Дорида последовательна. Вот о гипотезе имманентности у нас будет шанс поговорить в следующий раз, когда мы соберемся просуждать о Деллезе. Для Деллеза гипотезе имманентности это очень важная вещь. Он даже яснее ее произнес, чем Дорида, гораздо яснее. Стоящая лекция еще по Дорида или по Дорида? Ну вот смотрите, можно, конечно, более подробно проработать какой-нибудь этап теоретической работы Дорида, если на это поступит заявка. Можно сделать следующим образом, следующую лекцию полностью посвятить Деллезу, а не Деллезу и Гватари, как договаривались, потому что на самом деле невозможно понять, в чем смысл сотрудничества с Гватари, зачем он так Деллезу понадобился, если мы не понимаем, на каких позициях стоит сам Деллез. А с Деллезом и Гватари разбираться через раз. То есть в каком-то смысле мы завершили круг и сегодня Дорида мы действительно сумели исчерпать. У тебя чтение, это разумеется, неисчерпаемое, но тем не менее, может быть стало понятнее, как его нужно читать. Я думаю, что есть смысл переходить к Деллезу, если все за. Спасибо. Да, вам спасибо.